всем привет пишем слышно ли меня или нет самое важное если меня слышно то начнем общаться до 30 секунд чуть-чуть раньше начали но лучше начать раньше чем позже потому что зритель ждать не должен пишем друзья кстати прошлое мое видео чуть-чуть образ обрезана стрима потому что часть часть видео было с музыкой которая мне нельзя было использовать и вот вот такая вот дребедень что там минут 15 вырезана надеюсь здесь вырезана не будет потому что будем все это забивать нашими диалогами а если забивать диалогами и музыка на фоне никто стрим блокировать не станет привет артем привет богдан привет модал party и тимофей с чего я хочу начать начать я хочу с того что все что вы сейчас видите суммарно это конкретно твс наушники стоит около 100 тысяч руб не около а наушники стоит минимум 100 тысяч рублей плюс там сяомишные игрушки и что-то подобное из разряда зарядника телефона которая потом включу объясню зачем он нужен ну а сейчас до здороваемся кирилл привет александр привет надеюсь подписчиков наберется человек 100 уже остальные подтянутся потихонечку или нет смысл стрима в первую очередь в том чтобы вы поняли что когда я делаю обзора у меня их 300 на канале эти наушники покупаю чаще всего не для того чтобы при проба перепродавать реально чтобы вам о них рассказывать есть наверное ушей 40 то есть у меня осталось 30 около 40 наушников у меня либо было продано потому что ну как то надо баланс держать чтобы покупать новое во первых во вторых часть из них я дарил и в итоге вот то что осталось либо что-либо было последнее либо что-то что и оставлял для того чтобы делать сравнительные обзоры включая кстати научники шнурки и шнурки я выложил в первую очередь потому что у них всегда лучшие микрофоны притом за минимальную стоимость если мы берем твс наушники понятно что отличные там микрофон и есть в опять же airpods их или чем-то или что в первую очередь в airpods их а все остальное стоит ну всегда довольно довольно прилично и даже в оныре с хорошим микрофоном я бы сказал что микрофон ну не стоит там не такой хороший как у безоса за 1000 рублей но у нас почти сотня давайте добьем до сотни и потихонечку начнем тогда начинаем пишем плюсики если вы не против чтобы у меня в описании есть список список всего того что я бы хотел о чем сегодня кратко рассказать и мы можем по этому списку просто пойти для того чтобы не запутаться и подытожить моими ответами на ваши вопросы из разряда того что а что лучше на данный момент по-твоему для спорта или чтобы ты купил будь ты на моем месте понеслась тогда huawei фрилейс все спасибо спасибо кстати не забываем прожать лайк это в первую очередь наверно тем кто мои подписчики чтобы она стала чуть чуть больше на этом канале huawei фрилейс это наушники от huawei шнурки которые были последние на моем обзоре но они были не самые последние это последний из наушников на моем обзоре последний обзор был на бритву за 700 рублей вот этот huawei фрилейс такой маханький и симпатичные особенность у них какая из недостатков я бы назвал логично что вы смотрите канал не для того чтобы вам как в рекламе показывали а магнитики работают правильно мы в первую очередь проводим наши стримы либо обзоры во всяком случае я делаю обзоры для того чтобы вы знали недостатки потому что достоинствах вам либо расскажет реклама либо продавец в магазине так вот из недостатков этого конкретного устройства я первую очередь отнесу вот эти вот блямбочки здесь постоянно ну не грязь а даже не из-за магнитов пыль какие-то разводы я не знаю почему я смотрел обзора американских блогеров они конечно на этом не акцентировали внимание у них такая же беда то есть проще говоря вот это вот штука она круто выглядит только на фотографиях либо на видео это раз-два микрофон здесь хороший 3 пластик который оля запоминает форму вашей шеи вот этот ободочек он и правда запоминает форму вашей шеи правда хороший микрофон правда хороший так стой псих ник что еще так это не эти вот они нет это huawei секунду да все правильно взял вот с плюсами еще что то что можно от type-c любого от любого type-c заряжать к минусам могу отнести цену и цену не сейчас за 4000 рублей force давайте все вопросы после того как я пройдусь по списку может быть это будет долго если у вас не будет желание смотреть можете потом пересмотреть стрим на все вопросы вам отвечу отвечу никнейм honor fly подс у меня есть на канале обзор здесь их нет у меня здесь есть фейк потом расскажу о нем давайте прожмем до 100 лайков и будет круто к чему это все к тому что выглядят эти наушники очень-очень классно huawei вские стоят 4000 4000 многие напишут что вот ap tx а там нет ap tx hd здесь нет и в принципе для шнурка 4000 более чем бодро я с вами не соглашусь по какой причине по той причине что во первых здесь хороший микрофон во вторых здесь очень хорошее качество материалов и в третьих здесь довольно приличная амбушюра в четвертых конечно из этих 4000 рублей мы тысячу платим за бренд но для тех у кого huawei вские телефоны допустим как у меня тот телефон с которого я провожу стрим hd лагает и картинка и звук ну простите вот что есть то есть могу попытаться чуть чуть быстрее сделать но мне кажется что не особо получится я не знаю как фиксировать телефонную камеру сейчас попробую но звук не может лагать розыгрыша сегодня не будет до sbc кодек есть и и си кодек у huawei есть что еще четыре цвета как я из говорил зеленый серый оранжевый и черный и и в принципе все особенность такая что раньше они стоили 6000 рублей сейчас стоит 4000 рублей моментально ко всему подключаются функция супер быстрой зарядки как вы помните проще говоря можете посмотреть четырехминутный обзор за них я не топлю но это один из лучших шнурков который у меня был в первую очередь конечно же потому что для бренда цена в четыре штуки ну huawei это это не маленький бренд если вы посмотрите вы они продают что телефонов что наушников очень много кстати они вот этой вот штуковины третью 3 как-то он не удар а huawei freebats 2 теперь freebats 3 вышли но пока их нигде не продают обязательных куплю 720 лагает выставить выставить и 480 и все а дальше прокрессивай 3 тройка у меня есть на канале 3d мне они не понравились давайте все-таки по списку пройдемся товарищи я с радостью отвечу на все ваши вопросы но смысл стрима в том чтобы я рассказал кратко о всех наушниках за 100 тысяч рублей и еще раз хочу отметить что на моем канале нет такого что эти лучшие вот эти лучше допустим и шнурков даже их я бы не купил то есть хуа вы я бы не стал брать если бы мне нужен был микрофон к этому еще вернусь я бы купил базе усы за 1000 рублей потому что это 1000 рублей они 4 а если бы у меня было много много денег и лишнее не знаю 6000 рублей несмотря на то что у меня нет телефона ван класс я бы купил ван классовский ушек об этом я тоже расскажу почему но идем дальше и чем цифру 2 это сайла был 101 у них конечно же практически у всех ушей bluetooth 50 и когда меня спрашивают кстати вот сразу о всех ушах когда меня спрашивают почему-то акцентируешь внимание на то какое количество метров на то какое количество метров берет наушник от источника все очень просто чем дальше расстояние от источника будет брать ваш наушник тем не ниже вероятность того что на него будут воздействовать различные вай фай сети чем больше он стен будет пробивать от вашего источника то есть вы сможете в трехкомнатной своей квартире ходить они только у бабушки в двухкомнатной или в однокомнатной там или в студии проще говоря вы можете подключать ноутбуку идти там в ванную еще куда-нибудь далеко и никаких обрывов не будет самое главное наверное да если вы с кем-то общаетесь самое удобное ладно дальше понеслась все таки я пытаюсь найти сайла был сайла для того чтобы рассказать о чем о том что это наверное единственные наушники которые здесь лежат который я бы советовал для чего правильно для рока я о них прекрасно помню потому что их сложно не запомнить они очень большие они ничуть не меньше чем хави ты наверное даже достану хави ты или меньше представляете они даже меньше чем хави ты но не намного во всяком случае в длину по стоимости одинаково качают басы прямо и гиги и ехо-хоу что сделать для того чтобы они качали басы есть в ролике чем они лучше чем фея 3 то же самое есть в ролике в первую очередь это чип блютусный он здесь значительно мощнее и живут они просто космическое время космическая по по всем меркам потому что они по моему живут 8 часов если я не ошибаюсь у меня жили 8 часов в идеале конечно там по моему десятка прописана но у меня они жили 8 так что еще и пик 6 здесь а кодек ap tx конечно же поедают они очень мало энергии для того чтобы очень очень долго играть и это всего 2000 рублей на каждой кстати наушниках здесь написано сколько ориентировочную стоимость понятно что это не стоимость магазинная то есть допустим я не знаю сколько они в магазине бы стоили сейчас в интернете на алиэкспрессе с доставка не стоит 2300 рублей соответственно это около 35 там 40 долларов ну не 40 35 потому что курс 165 у нас и вы можете переводить свою валюту уже с долларов поэтому а чаще всего в баксах и говорю вы сами просили каждый второй пользователь у меня не из россии низ пользователи а зритель простите то есть это улучшенная версия фея 3 хотя это о ем то есть они выглядят точно точно также довольно большие довольно тяжелые кстати я все это могу взвешивать во всяком случае что-то интересное сайла был это точно интересное для тех кто не смотрел обзор вместе с кейсом они 67 грамм кейс неудобный для носки в джинсах либо еще где-то но зато видно если они заряжаются довольно удобные кнопки то что эта механика они сенсор и ай пик 6 воды соответственно не боится плавать в них нельзя но воды не боится совсем вот если кратко мы сказали а сайла были лучший бас лучший бас запас громкости космос для рока сам для рока они ужасно выглядят по моему мнению но они великолепно играют из одессы приятно всем 8 к без убирать и убирание в чехол какие для рока для рока сайла был с 12 дальше вайзер т.п. один это ушки хорошие они хорошие для всего не идеальный для рока не идеально для попсы но ну скажем так звучание очень хорошая я их кстати разыгрываю на канале вы под любым из видео можете увидеть каким образом их можно получить там все очень просто подписаться на канал лайк коммент и репостнуть одно из виду один из видосов в котором я рассказываю рассказываю про геймпад при том чтобы никто не ничего лишнего не думал вайзеры реально хорошие наушники мне они очень нравятся они чуть-чуть хайповые в стиле тимати по моему мнению и может быть каким-то девушкам которые любят блестяшки понравится и к чему еще провайзера почему я их разыгрываю по той причине что мало того что они хорошие мне интересно если честно сколько может набрать ролик абсолютно не адаптированы для моего канала потому что он про какую-то игрушку если вы будете его репостить вот честно так плюс меня сами подписчики просили разыгрывать подобные в девайсы для того чтобы было интереснее смотреть те же стримы сейчас у нас на розыгрыше пока ничего не будет напоминаю что мата на канале нет те кто новенький пришел если не жалко про лайкните на все вопросы буду отвечать потом ну может быть чуть-чуть в в ходе ни в коем случае не ругаться в комментариях пишите мне хаос да всегда хаос на столе хаос мое второе имя это не есть хорошо но и не есть плохо потому что в этом хаосе я ориентируюсь кейс для джинс не особо удобный весит все это дело 61 грамм против 70 у сайла был стоит около 4000 рублей но реально купить в районе трешки плюс всякие там кэшбэки и же с ними опять же вы сейчас в описании не увидите кэшбэк но потом я его добавлю тот кэшбэк который я использую меня в описании к видео при том я с ними не дружу совсем вплоть до того что они меня чуть ли не там не банили поругался не раз но они единственные мне кажется без проблем не выплачивают хотя бы за все мои покупки то есть она 50 долларов покупая обычно 2 доллара мне они возвращают за этим делом я слежу потому что как вы видите покупаю я довольно много с вайзерами вы уже поняли вайзер у меня разыгрываются еще буду много всего разыгрывать каждые две недели на канале еще mi band 4 разыгрывается об этом один раз сейчас напомню и где-нибудь может быть через часик игрушки если еще раз напомнить те что вы видите это все сяоми вот здесь у нас iron man здесь у нас какой-то боевой дятел назовем его ладно не дятлом а попугаем который может взлетать с этой игру ли здесь боевой слон и еще всякие игрушки в распаковке потом сделаю большой обзор на них не знаю где их купить lenovo air у меня сейчас нет я их перепродал дальше вайзер т.п. мы закончили до ком к 6 h pro вот вот это просто нереально космический кейс всего 1600 рублей ушки мне безумно понравились сейчас открою их налички стоят они реально копейки я понимаю что их засылали всем кому не лень до ком в надежде что 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 на что их начнут покупать их покупать не стали поэтому цена довольно низкая варианта всего три расцветки вот такая фишка у них с кабелем которая абсолютно не поддерживаю вот бренд древний бренд хороший сильно ругались меня на меня за обзор потому что он мне понравился но мне все равно потому что я не беру денег за обзоры тогда и могу рассказывать что хочу хотя ушки ушки вроде бы прикольные не вроде бы мне мне реально зашли зашли до такой степени что я могу сказать что амбушюры даже вот эти кастом на их извращенские бокс вот этот убожеский огромный он не то чтобы плохо хорошо но это начало я уверен что до ком еще на делает нам tvs ушей трубой лаз которые нас будут радовать из того что можно о них сказать особого что можно сказать что у них bluetooth конечно же 50 играют они около четырех часов плюс-минус неплохие микрофоны но не супер и в принципе все вот такой кабель интересные сами ушки вроде бы аккуратные кнопки у них механические что мне тоже понравилось и довольно извращенские амбушюры которые я советую сразу же заменить если вы вдруг решите их купить потому что вам будет смешно вот так выкладывать и гореть вот это мое средство для убийства обезьянок если на меня нападут я буду им бросаться вот этот бокс огромнейший бокс конечно же на просто безумное количество миллиампер часов но опять же если долгий упор на них рассказывать будет похоже что я их пиарю и оля в девять раз их можно пизы перезарядить по факту только 7 на 1100 миллиампер поэтому пойдем дальше до ком да так он тоже был неплох во всяком случае они попытались сделать что-то особенное что-то особенно это всегда хорошо дальше киси вай l2 это ушки беспроводные что в них хорошего и что плохого плохого в них в первую очередь то что я если честно даже не помню что какое какое ощущение у меня было после их использовал вспомнил они отбили мне ключицы вот этими вот пластиковыми штуковинами если топовые ван классы булицы и ха ха вы меня не травмировали то вот эти вот штуковины долбили пока я десятку бежал меня и гиги как как притом пока бежишь по ровной поверхности вот этот пластик не особо бьет а как только ты начинаешь на пересечен очку выходить то есть по лесу по тропинке бежать бодрости не прибавляется и начинается я бы сказал печаль поэтому поэтому что поэтому если вам нужен микрофон более-менее неплохой тушки и хорошие если не нужен 30 долларов сша что на данный момент довольно круто по моему мнению 2000 рублей за них отдавать скорее всего из этих двух тысяч мы 500 рублей платим за бренд красиво это все-таки как в каком-то в каком-то смысле дочка сяоми понятно и ссбс и кодек хороший звук на 12 миллиметров у них динамики в этих штуковинах очень быстро также подключаются но материалы так себе ну я бы даже сказал дешевый достаточно материала даже для qc вай очень жесткий по мне ободок и и все вот выглядит да они хорошо особенно вот эти вот динамики очень похоже внешне что на на он раз за 4000 не советую микрофон хороший а так не советую них конечно есть актив но из канцелинг это функция для того чтобы вам было лучше разговаривать с но я особо не увидел чтобы она работала в тех же бу лицах она работает намного лучше дальше с этим мы решили 174 человека 144 лайков те кто новенькие пришли если не жалко ставим лайк мне будет приятно и будет мотивация продолжать тем более у нас еще и гигей сколько ушей впереди дальше идут а вы т10 и у меня такое смутное ощущение что на них а был у меня на них обзор из фирмы а вы и у меня был потом очень противный диалог по поводу того какой а подлец потому что по их мнению их наушники намного лучше чем я рассказал но мое мнение что они хуже чем они пытаются их преподнести сейчас я попытаюсь их найти в этом хаосе как вы говорите да house бодрый поэтому вот они а выевские наушники а выевские наушники стоят недорого всего 1900 рублей и вроде бы и выглядят они не очень плохо и пластик у них ничего но у них были обрыва мне они не понравились и я об этом рассказал корпус корпус сделан так себе звучание неплохое но говорю но когда у тебя при походе в какой-то магазин тем более не какой-то супер гипермаркета тот же там магниту дома начинаются обрывы не обрывы во всяком случае 40 48 грамм когда наушники начинают лагать желание ими пользоваться отпадает наглухо поэтому пользователей у них довольно много аж 390 заказов притом 4,8 рейтинг но это скорее рейтинг продавца не самих наушников стали их продавать аж на 5 баксов дешевле продавали за 30 стали за 28 за 35 продавали за 20 на 7 долларов дешевле и вот такая вот история а вы я не советую вы уж простите но вот так дальше можете кто-то с кем-то не согласится давайте по-быстрому комменты прочитаю потому что уже шесть наушников мы обсудили александр как определить подойдут ли мне в ухо беспроводные возьмите у товарища у какого-нибудь или попросить попросить и до разыгрывается вайзера но не сегодня вайзер тп1 разыгрывается под любым из видео посмотрите взял за полторы тысячи l2 вполне доволен логан за полторы тысячи принципе ничего особенно если у вас нет тех же 4000 на huawei так алекс код купил проводные bluetooth на меня кошмарит шнур шнурок на шее да и это в первую очередь конечно для какого там бега либо прогулок аля вы готовы по другу под под пиджаком рубашки либо у вас актуально за 10 минут чтобы можно было зарядить на те же 10 часов тогда есть смысл если это все такое мирское вы можете спокойно с собой таскать бокс то почему бы не таскать бокс ну опять же еще раз повторяю что любые проводные уши у них лучше микрофона потому что микрофон находится практически у рта сделано то есть им меньшим нужно морочиться как сделать алгоритм очистки звука то что у всех активной с но из канцелинку то что у всех air подсов происходит с легкостью за их космическую цену у остальных ушей к сожалению по моему мнению не особо получается дальше у тебя фил коллинз играет на фоне возможное евгении если вы это расслышали скорее всего потом стрим забанят но это будет потом а пока мы будем общаться общаться будем по поводу всех этих гаджетов и точнее всех этих гаджетов во первую очередь этих наушников дальше купил r dots и кайфую нахер нужны эти уши не понимаю пользы подскажи так вот слово хер желательно тоже не использовать я понимаю что это не особо мат растения но все равно еще раз напоминаю что на канале мата нет друзья дальше киси white 1 уже обсудили а нет киси white 3 мы даже обсуждать по большому счету не будем по моему кишки до кишки мне тоже писали что я просто подлец притом покупал я их за свои кровные даже без всяких скидок вышли они мне значительно больше чем они сейчас по 36 баксов остановлюсь на них почему потому что у этих ушей есть магическая особенность они сделали и не затычки и не вкладыша и я бы сказал что получился у них полный хлам потому что во первых амбушюры не супер топ во вторых то что у них произошло с сенсором ну я ненавижу сенсоры но то что они сделали с сенсором ни в какие ворота не лезет уши потеют в этих амбушюрах раз хотя у меня не особо они ипотливые 2 звук вообще непонятно какой то есть бочки то нет и да здесь работает эффект а король то голый то есть все покупают уши все говорят что это красиво и это же уже бренд все говорят что они новые все говорят что это гибриды это все интересное поэтому у них оценка 47 по факту уж и не советую уж и просто хлам с той точки зрения что за эти деньги кукусики здесь 3000 36 долларов 2 тыс 2 с половиной тысячи рублей за эти деньги можно купить те же хайлоу вместе еще с аир доцами в нагрузку то есть ну это бред покупать такие наушники если брать те же хавит и за 1200 рублей с ужасным внешним видом то я бы выбрал их две пары чем вот это чудо короче их остерегайтесь видите стрим еще о том что нужно остерегаться чего-то и это есть хорошо потому что предупреждать людей можно сказать что стало моей профессии все-таки 300 роликов преимущественно как мне правильно сказали в последнем ролике польза наконец-то это что-то рекомендуешь и напоминаю что рекомендую вот эту бритву за 10 баксов и как говорят за свои слова я отвечаю понятно что возможно у кого-то будет брак понятно что кто-то додумается залить тайпсишный вход кто-то долбанет от бетона будет мне писать что я подлец но этой штукой я пользовался месяц бред она отличная она лучше чем это в промежутке не реклама вот пожалуйста даже не готовил три моих бритвы от сяоми все эти три по две тысячи по три тысячи от миджа xiaomi от сукас и еще какая-то сейчас скажу правильно название от соу white вот вот это лучше всех 700 рублей на канале смотрим кому понадобится бритва во всяком случае даже experience проверить насколько я говорю правду либо подарить кому-то там мне кажется это недорого учитывая что здесь еще и триммер рабочий притом довольно острый единственно на острое аккуратнее дальше даже через месяц острая про дезинформировал по поводу а и 200 tvs мне очень многие люди писали как благополучно вот они стоят у меня четыре с половиной тысячи абсолютно великолепный просто фейк вторых airpods of у меня была подлая мысль если у меня не хватит 100 тысяч рублей для суммы написать что это airpods 2 но потом я подумал что это неправильно и моей радости у меня на ушей больше чем на 100 тысяч есть отдельная таблица по стоимости этих ушей там на 100 по моему 4000 получилось даже вот с этими за четыре с половиной еще раз для тех кто пишет что и 200 tvs и стоит по 20 долларов на алиэкспрессе заказывал либо они у меня не сработали либо не сработали то есть две пара у меня было третью пару а 200 tvs вот после того как этот чувак экс мак это макстер мне их заслал еще раз напоминаю что мне ничего не платили за это дело они до сих пор не сдохли стоит четыре с половиной скорее всего если с ними договориться можно и за три купить они используются для того чтобы в метро в москве и петербурга перепродавать людям которые не могут разобраться и я бы сам не разобрался что это не оригиналы потому что блин ну там везде номера они четко вот оригинальные rp c первое они их и идеально просто повторяют начиная от пластика заканчивая сборкой идеальная штука для разводилова но мне кажется что одного продавца все-таки на алиэкспрессе нашел купил у него наушники он долго мне фотки отправлял скидку подлец не сделал но они стоят около двушки и скорее всего они будут такие же как эти придут они где-то через дня три эти я не советую к покупке потому что если вы берете rp c это rp c фейки никогда не советую но если вы увидите как вам что-то продают и это просто вот airpods и упаковка airpods of все номера пробиты шрифты вы берете оригинал и вы видите что это тоже самое не факт вот я держу в руках то что не отличить никак не по звуку только единственное по работе микрофона это если вы ну очень разбираетесь потому что во первых чтобы записать микрофон те кто пытались это сделать сами знают что это очень сложно плюс можно всегда сказать что плохая связь проще говоря остерегайтесь остерегайтесь airpods of не на ты моли алиэкспресса либо не в оригинальных магазинах я если честно топлю за этот товар но до 11000 11 эрдосов можно купить с этой темой мы закончили а и 200 tvs норм тема для тех кто хочет делать деньги притом это я считаю что плохо нет mi band не сегодня 15 и 30 числа mi band 4 на канале разыгрывается за лайк как подписку и коммент под любым из видео на канале не спамьте если вы пишете комментарии каждую минуту я это вижу и потом просто вас блокирую удаляю ваши комментарии с канала либо смотрите либо не смотрите ничего в этом страшного нет для тех кому лень не то что лень для всех новеньких всегда какие-то новые конкурсы вот часто под один разыгрывается кто пришел свеженький если не сложно поставьте лайк мне будет приятно и я смогу заказывать мотивировано новые товары которых еще много у меня придет кстати для тех кто не в курсе в основном мой канал рассказывает не о наушниках а об умных часах начинают в первую очередь и mosfet и и mosfet и что древние у меня там пейсы валяются что не знаю health у меня аля работает после 7 вечера он сегодня первый день когда он работает после 7 вечера обычно health и после 7 вечера не работают жить с мне выслали стратос и 3 я закуплю и еще у меня я купил редми ноут 8 pro но разбивать его не буду на тестах сразу предупреждаю дальше к чему это все это к чему же к чему же я все это на все вопросы отвечу потом мэйзу по продал кости как и первый мэйзу поп кстати в первую очередь те те уши которые у меня были давно на канале если вы их видели его мой старый подписчик их здесь нет по той причине что я старые уши хорошие я продаю чаще всего потому что ну во первых зачем они мне нужны в таких количествах во вторых в основном я оставляю сяомик юси вай либо какие-то крутые типа ван бу лицев huawei f для того чтобы иметь потом возможность сравнить либо те что мне очень понравились вот типа сайла был они у меня будут всегда для того чтобы я мог вспомнить как затычки могут топить за рог тем более за 2000 рублей еще раз повторяю что это о е м не обязательно покупать сала был не обязательно покупать blitz вульс фея 3 найдете что-то подобное покупайте дешевле дальше идем а дальше вообще интересная штука штука за которую меня подписчики чуть ли не прокляли это нилкин нилкин отличается убожеством кейса убожество заключается вот 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 в этого вот этой надписи ужасный но в то же время они не не испугались и сделали особый кейс кейс на магнитике за что их очень уважаю мне нереально понравилось во первых и звучание во вторых их дизайн вот эти штучки оля 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 ну не знаю даже что ну что то что то прям космическая как будто ты в в какой-то саги космическая чем обо всем а всяк всяких штуковинах и с летающими космолетами но классные наушники очень удобные вот здесь пластиковая заглушка не знаю ну мне понравились мне моих ушах держались хорошо но хочу предупредить если у вас большие уши возможно они вам не подойдут это как с хавитами когда я всем говорю что бегите бегите если у вас небольшие уши не покупайте их вот здесь тоже самое только наоборот если у вас большие уши не покупайте если у вас ушки маленькие нилкин делает как вы знаете прекрасно великолепно я уверен что вы знаете это стекла отличные отличные зарядки и у меня кстати есть уже беспроводная зарядка на тесте но я пока ее не домучил поэтому скоро скоро о ней расскажу здесь bluetooth 50 realtec овский чип потому что они делали на этом свое имя это первый наверное бренд у которого что-то купил а потом с ними стал переписываться после того как я купил и они спрашивали советов очень странно что у них ничего не берут нас в первую очередь из-за дизайна и греб с такой надписью подумал 300 тысяч раз что-то купить великолепный бас все 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 великолепно и и что и все очень удобный кейс для того чтобы куда-то класть очень убогая вот это вот штуковина оля давай я подержу тебя за руку и никаких аптекса в айпекс 5 для тех кому нравится подобный бренд либо для тех кому нравится вот подобный дизайн и у кого небольшие уши принципе более чем зачет посмотрите обзор на канале остались исключительно положительные впечатления что бренде что об этих наушниках но но вот что-то такой крепкий средняк точно лучше чем redmi air dots но хуже чем фан кола которых я дойду которые конечно же сделали наушники исчезли потому что как таковой фирмы не было но об этом подписчики знают но об этом есть расскажу позже дальше redmi air dots я помню привет что-то пораду еще стрим сегодня да потому что просили потому что смотрит очень много людей с разных с разных городов россии дальний восток допустим уже ложится спать 8 вечера поэтому поэтому адаптируемся адаптируемся алекс приятно тебя видеть товарищи кому не жалко из новеньких ставим лайки не забываем может быть сегодня доведем до 500 хотя очень сильно вряд ли но стремится же можно надежда умирает спаси последний как говорится и она пока еще не умерла мы пришли к пункту номер 10 этого и фаны стоит 2400 рублей у вайфанов длинная история со мной почему длинная потому что я них узнал когда я покупал blitzwolf и 4 x под с 2 являлась у емкой оем как вы понимаете это то же самое только с другой надписью поэтому вайфанов я купил экспорт 3 чем особенность экспорт 3 во прорезиненный кейс вот кейс мне нравится наверное из всех вот всех штуковин что здесь есть тактильно он самый-самый очуменный я не знаю не жалко им хорошо было денег на это дело потому что а ну еще у вайзеров такой же soft touch пластик что можно сказать об этих ушах плохое могу сказать а вайфан x x под 2 они три потому что у экспорт с 2 была магическая штука они выпускали экспорт с 2 л и после этого люди которые приходили по моей ссылке покупали и думали о я куплю эльку потому что там объем кейса больше и писали мне что у них эти уши дохли в iphone x под 2 не умирали их раскупили очень быстро потом еще раз раскупили может быть сейчас есть еще в продаже 3 экспорт вот эти вайфаны они сделали копию в анатомическом смысле наушников которые мне безумно понравились это мэйзу поп мы западе на мэйзу поп 2 вот это их реплика также как фея blitzwolf и а3 то же самое вот вот у них такое крепление которое ну прям безумно удобно в них хоть спи хоть сутки ходи ужасный сенсор мне не понравился великолепный дизайн который мне понравился по моему мнению выглядит довольно неплохо можете посмотреть обзор на канале и довольно адекватная стоимость то есть 2400 рублей если прям конкретно заморочиться низшая цена я смотрю было 30 долларов ну вы читаете за нового покупателя проще говоря в районе двушки можно купить особенность какая они позиционируют что у них супер микрофон это не так то есть у них там оля очистка звука мне не понравилось 6 часов звучания у них нет около пяти с половиной а и x7 это значит вы можете ползти в них в душ тестил реально работает но после этого микрофон может глючить очень долго что у меня и произошло что ими можно делать можно делать все включая вызовы серия то есть вы можете громко сделать ниже тише . хорошо сделали молодцы поработали в репликах не видел на бы сказал что они вот четко конкуренты фея 3 притом у фея 3 они выигрывают по полной программе опять же мое субъективное мнение которое которое вы можете не поддерживать особенно люди которые их купили следующий идет у нас по списку хавит а и 91 не устали пока феном нужно было просушить бедлам конечно же просушил не но это банка мубан давайте смотреть вроде бы у меня ты уже показал лучшие наушники для спорта я потом все это расскажу дальше подождите секундочку проверю нет ли в комментариях мата и если есть то к сожалению придется кого-нибудь забрать заблочить gts ки не продают еще иван еще раз напоминаю mosfet gts и стратос и 3 я куплю 10 gts ки мне выслали вчера товарищ кому нужно вконтакте пишем но опять же я через него покупаю о нем вспоминаю на стримах вот такой у нас баланс как бы платить я все равно за все плачу парни знаю год вот в таких дешевле у меня не получается но получается получить что-то первое так мата нет отлично если будет мат какой-то сразу пишите в комментарии под видео я этого человека найду и заблочу что стикеры на наушниках это с ценой номером по порядку в описании к видео есть ссылки на все эти наушники плюс номера их вот здесь как как я как я сейчас их о них рассказываю вот хавит а и 91 бедный страшный хавит хавит мне писал по разным причинам за хавит меня ненавидит много тысяч людей потому что когда я рассказывала о хавит g1 я был крайне едким резким и глупым в тот момент блогерам я считаю но я не удаляю этот ролик по одной простой причине потому что я считаю что все равно хавит g1 хлам по размерам вот эти уши не хлам потому что они подойдут любому но вопрос дня в том насколько нелепо это будет выглядеть то есть это будет выглядеть примерно как если бы у вас были наушники вот такие то есть вы можете купить себе гарнитуры 2 и вставить в уши и по большому счету вот гарнитуры даже даже ну так же выбирают во всяком случае по длине да вы выиграете но по качеству микрофона проиграете звучат очень хорошо что еще стоит очень дешево реальных купить за 1200 рублей для этого качества звучания они просто супер их скорее всего не покупают по тем же причинам по которым я сказал в ролике что их не рекомендую из-за внешнего вида около 8 9 раз можно их перезаряжать 10 миллиметровой динамики что для твс овских ушей довольно круто есть переключение песен можно конечно же вызывать силе да и по большому счету вот и все отзывы преимущественно хорошие у народа не умирают блок как вы сами видите не особо фонтан и и люфт у него есть и выглядит он странно хавит своем репертуаре делает хороший звук с непонятными габаритами но она делает ставку конечно на фанатов плюс на блогеров которые говорят что это топ потому что неважно как это выглядит главное это очуменно звучит при том что не все очуменно звучит они звучат лучше чем хавит же один который продается по 4 тысячи рублей дальше honor flypods потом когда я дойду до них хорошо хавит ай джей один был у нас 11 у нас еще осталось двадцать две пары ушей потом я пройдусь по ним когда вы спросите про что-то отдельное теперь мы приходим к фан клан фан клал фан клал ай 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 а здесь все очень просто я советую эти уши советую эти уши по одной простой причине потому что если вам повезет то вы получите то же самое что в сайла балл то есть единственная громкость чуть-чуть потише отличные отличные ушки для рока хуже чем сайла был но все равно отличные интересно выглядят понятно что мне блестяшки допустим не зайдут но я уверен что есть люди которые это дело любят довольно хлипкий бокс но в то же время пластик вот здесь глянцевая здесь матовый тактильно приятен 1 2 очень стильная штуковина 3 ну в принципе запихать в джинсы их можно 4 весит они немного и 5 не буду слишком долго о них распространяться потому что у меня был целый стрим посвященный этим ушам жаль что эта фирма исчезла после того как они их создали возможно они воспрянут как феникс с какими-то новыми моделями модель у них еще одна есть но мы к ней придем потом вот кратко если наверное так что еще я бы хотел сказать о них да ничего панкал норм мне понравилось и микрофон неплохой и обзор вы на них можете великолепно отлично послушать или посмотреть на моем канале все обзоры в основном в течение трех четырех минут если что по 56 очень редко по 10 они однообразны по тем причинам что многие пишут что можно любые слова эти наложить на любой обзор все правильно потому что любые уши как мы проверяем внешний вид упаковки внешний вид бокса тип зарядки бокса водозащита какой какая версия bluetooth а есть ли обрывы какие функции кнопок какие кнопки то есть все это по большому счету там 30-40 параметров и особенно приятно когда ты во первых осознаешь что все мы человеке все одинаковые железо по большому счету тоже все одинаковое но все-таки вот в чем-то она разные и поэтому так много обзоров поэтому так много фирм поэтому так такой большой выбор и поэтому вы меня смотрите слушаете и мы общаемся есть о чем пообщаться хотя наушник от наушников как вы понимаете я чуть-чуть устал как и вы некоторые из вас кто меня смотрит поэтому по этой причине я через одни делаю наушники еще что-то наушники еще что-то нас 227 человек кому никто не прожал лайк прожмите мне будет приятно вам сложности не будет мотивация будет йо-хо-хо и и гигей уме джи юбиц ушки ушки за 25 баксов чем они хороши чем плохи даже наверное сказать не скажу почему потому что были они у меня давно это раз-два вот этот опыт он убивает все то есть резинка здесь отличная вот эти штуки даже при ходьбе долбят дай боже единственное что на чтобы хотелось обратить внимание о этих ушах у них очень хороший микрофон то есть как у всех практически у всех наушников которые вы можете носить на шее у них отличные микрофоны стоят они довольно дешевые наклейка почему-то отвалилась но как я помню в районе 1200 рублей их реально купить не худший вариант но не лучше я бы купил урок спейс и у меня их сейчас нет я их кому-то подарил они стоили буквально 500 рублей на шнурке вот тоже неплохой вариант альтернатива уме дидже следующий идет мифа о 5 про эти уши много хороших или плохих отзывов то есть половина людей мне пишет что я захотел их вторая половина пишет что наоборот рассказал слишком много хорошего чтобы я хотел рассказать сейчас об этих фееричных ушах в плане внешнего вида к сожалению то что вы видите перед экраны во первых это пластик то есть это не металл во вторых помимо того что это пластик это первое время выглядит классно когда тебе наверно 12 лет потому что красные тиры синие наушники но это круто но в офис ты таких не походишь не знаю под особый такой стиль они очень маленькие очень хорошо заходит в ушной канал великолепно держится в ушках никуда не выпадают но у них очень неудобно и вот эти две кнопочки не арматурные у них есть два вида одни арматурные вторые обычные вот у меня обычные обычные хорошо долбит бас арматурные нет арматурные подороже потом что еще товарищи писали что крышка не люфтит если вы потрогали бы вот эту вот штуковину железную вы бы поняли что товарищи которые рекламируют их рассказывают про то какая крышка отличная наверное не планируют ей пользоваться в ближайшие месяцы 3 а я уверен что человек который будет покупать эти уши за 5000 рублей надеяться что эти ушки у него проживут в идеальном виде ну хотя бы полгода кейс царапается моментально то есть он у меня уже пока цены хотя он у меня валяется в ящике стола вместе с этими другими ушами вид мне нравятся весят и гиги как как много что еще если вам хочется что-то особенное то наверное это ваш вариант прям ваш ваш наверное советую ну по я даже и в ролике советовал но 120 грамм не то чтобы в книжке но такой штуковиной по голове попасть будет более чем бода металл все-таки дальше идем после мифа а и 60 твс вот это мне будет сложно найти потому что они похожи на airpods и ага нашел как быстро вот пожалуйста а 60 твс что можно сказать о них они все еще продаются их все еще покупают в безумных количествах продаван который у меня указаны по ссылке продал их уже 1000 штуковину в чем плюс в том что уже 300 отзывов у него есть и 4,9 звезд он получил покупал я их я не помню почему кто-то меня попросил то есть это была такая покупка из разряда ну ладно я возьму плохого ничего не скажу микрофона хлам играют недолго можете посмотреть обзор еще раз повторяю что реплики airpods of не советовал не советую никогда не буду советовать только если вы не хотите делать плохой бизнес но тогда по тогда пожалуйста не заходите на мой канал потому что это грязно продавать людям подделки надеюсь такие люди не смотрят а те кто планирует покупать еще раз вот вам пример того что подделка может быть качественно единственное здесь нет надписи здесь вот вот здесь надписи нет и на самих ушах внутри а вот в реплике а и 200 твс для особо безумных пользователей кто решит покупать был вот здесь надпись и здесь и индикации все при подключении что это airpods 2 и зарядка беспроводная сейчас я посмотрю по моему работает она работает но в общем надо а и бп шлик у меня умер точнее блок умер умер в общем она работает дальше 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 нас уже 250 кто новенький не забудьте поставить лайк за труды за покупку вот это вот всей всей штуковины и попытки рассказать вам кратко обо всем и ни о чем образно говоря дальше идем blitz вульфе 3 чтобы я сказал я бы сказал что они а крутые а удобные если бы у меня не было до этого мы и зубов которые звучали лучше сидели также если бы у них не было вот таких извращенских амбушюр которые возможно вы увидите но вы если что сможете свободно посмотреть обзор на моем канале ссылки на обзоры а потом добавлю потому что сейчас только ссылки на покупку блестят переливаются бокс безумный можно использовать его как powerbank что еще они вот можно сказать стоит они бодрых 33 бакса 200 2300 рублей падают они до 33 34 долларов то есть ниже цена вряд ли будет только если с кем-нибудь скидками это с конкретно купонами что о них нужно знать что powerbank здесь это потому что уже можно считать powerbank на 2600 миллиампер часов то есть вы его заряжаете этот бокс потом от этого бокса можете заряжать что-либо 92 грамма что хочу отметить меньше чем мифа о 5 то есть у нас здесь powerbank а здесь просто вот брось меня в человека который тебя тебя обидел при большем объеме весят все равно меньше и без аккумулятора конечно же bluetooth 50 конечно же фирма в принципе старенькая такая древненькая и хорошо работ работает хороший звук не очень хорошо сидят в ушах из-за амбушюр то есть сама форма наушников отличная а вот долго носить их но не особо удобно выпадают они лично у меня опять же сенсор хлам мне он не понравился и и наверное все блиц это всегда хорошо просто относительно хорошо вы всегда можете найти разочарованных пользователей 4,8 звезды продаванным обычно по этим брендам вот это уже 16 друзья мы на бодрой середине и нас 235 человек кому не жалко поставьте лайк добьем до 300 про one plus класс не говорил есть список в описании я по нему иду сейчас я на пункте номер 17 кейси white один про кейси white один про у меня лежат сейчас в сумке потому что я все еще тестирую и я кьюш как я могу сказать только хорошие потому что они во-первых интересные во вторых во вторых интересный и в третьих абсолютно не подходят детям и подросткам то есть размер у них вот такой мало того что квадратный довольно бодрой потом я вот для вас сравню их чем-нибудь а можно даже и сейчас то есть вот допустим тиса и вот у нас кьюси white думаю прекрасно видно до какой степени они больше они по объему примерно минимум на процентов 40 больше чем тиса дальше звучание хорошая бокс прикольный но вносить его в джинсах точно никак вообще никак стоимость примерно 28 баксов раскупают их как горячие пирожки не знаю почему 630 заказов на официальном магазине в кейси white есть только в китае в наличии и что них можно айпикс 4 у самих ушей у бокса никакого и пикс нет выглядят они реально прикольно как вы прекрасно можете заметить механизм такой такой неплохой трещин в боксе более чем достаточно по звуку и рок я бы слушать не стал но классика попса и рэп более чем пройдут так что так что скоро будет обзор на них на канале когда будет я добавлю обязательно в описании вы об этом узнаете возможно еще на стриме что-нибудь на отдельном расскажу пока не буду отвечать на комменты давайте до 20 дойду дальше идет тахай и 30 твс так вот они они стоили около 1000 рублей это штуковины на которых обзор я не делал я их вспоминал на стриме несколько раз и они ужасны это оля подделка honor flypods точнее freebats по моему honor freebats то есть примерно такие же ушки внешне но они ужасны они ужасны если вам попадется что-то подобное такого же вида они обычно идут с кнопочкой bluetooth 50 вроде бы все нормы вроде бы даже выглядят не убого и пластик более-менее нормальный то есть это не полная дешевка но они ужасно и ужасная связь ужасный звук название у них просто море помимо тахая обычно а и 30 твс называют и делают приписку они то появляются то исчезают на алиэкспрессе следующий идет девятнадцатый пункт это у нас xiaomi redmi air dots вот и девушки точнее это не они это их реплика не я тоже расскажу вот нет наоборот вот вы чувствуете что я даже путаюсь в реплике и в реплике и в оригинале оригинал этих redmi air dots of стоит около 1000 рублей в основном ролике о них у меня набирают довольно много просмотров они у меня больше негативные чем позитивные почему потому что уж и мне нравятся я бы их рекомендовал если бы ни одно дно у них очень много косяков очень много брака и если бы у меня не было всех этих ушей я не знал альтернатив от хэйлоу я не знал от альтернатив от тиса я не знал что есть кистью white один то я бы сказал бегите и покупайте за 1000 рублей этих штуковины но нет есть лучше лучше есть реально лучше лучше и при том за ту же цену поэтому про redmi air dots вы можете посмотреть я уверен что если вы интересуетесь ушами вряд ли вы не смотрели мой ролик потому что по некоторым тегом он идет вообще 1 на ю тюбе и все хорошо все хорошо если бы не вот эти косяки с боксом если бы не косяки со звучанием если бы дака бы не доработали 1000 рублей бренд они продадут миллионы их все будут хлопать в ладоши и говорить что король и лучшим платье и король не особо то и голый но скорее всего только в трусах вот кратко кратко redmi air dots redmi air dots про были проданы еще полгода назад серега дальше нас 255 кому не жалко 253 поставьте лайк мне будет приятно и я буду мотивирован чтобы дальше покупать все эти штуковины он or flypods вот это одни из моих лучших ушей почему либо прибат с 2 либо прибат с про потому что у них великолепный микрофон а потому что у них просто на и отличнейший пластик потому что на пандау их реально купить за 5000 с копейками потому что на алиэкспрессе они стоят около 6000 и и у них отличное звучание плюс это одни из немногих наушников вкладыши они затычек единственный косяк в том что они слегка странные в плане ножки то есть они все фотографируют оля вот так а по факту ты поворачиваешь и получается какая-то лобутень но логично что немного немного обман такой приличный плюс они у меня умерли через две недели использования слава богу я успел заказы запилить два ролика но к чести онора я написал им письмо и они вернули мне половину стоимость наушник стоимости наушников я в шоке потому что никакой гарантии на я покупал их на gd только там они на тот момент были уважуха и звучат они просто классно . то есть кто хочет купить подобные подобные вкладыши я советую если нет 11000 за пять с копейками либо еще дешевле попытаться на пандау такие выхватить я бы купил красные хотя в версии про обычно они бывают и смысла одни от этой версии особо нет но вот вот советую нравятся они мне и как бренд а как наушники наушники если есть понятие качество супер качество это airpods и и вот это я не скажу что они менее качественные чем airpods и даже то что они у меня сдохли даже то что у них есть беспроводная зарядка которая у меня работала не от всех беспроводных зарядок но работала берите не пожалеете вот бургер бургер кто-то там я очень расстроен что вы пишете такие штуки еще раз повторяю что если есть люди которые пишут плохие штуки на моем канале их скорее всего нельзя держать серёжа простите все что я не успел нормально среагировать если не сложно пишите кого банить потоку за баню вот потому что у нас такая маленькая может быть тусовка но 70000 конечно уже не маленькая носить но в принципе небольшая и в этой тусовке мы матом общаемся только если в личке хотите пишите мне в личку нет овершоп тнн когда я последний раз включил модератора на своем канале мне прислал письмо али в youtube что молодой человек вас заблокируют если что-то будет не так с модератором младший honor были на обзоре у них были косяки но мне они понравились я их советую у меня их нет нет младший не сдохли вот эти сдохли младшая перед младшая продал давно уже довольно или подарил по моему подарил даже дальше мы идем в блиц вульфом блиц вульф и это я бы сказал мой бенефис канала в плане того что это от первые наушники которые меня безумно подарок порадовали из твс ок в плане дальности после них я покупал еще это оенки значит что это значит то что у этих ушей есть копии точнее не копии они просто покупают с линии и лупят туда блиц вульф при том что покупают с линии они хорошие наушники помимо них есть еще в iphone xpods 2 которые сделали такие же уши но дешевле на рублей 400 вот эти штуки можно купить за 2 700 продаются они до сих пор потому что там то ли чип то что realtek овский очень качественный стоит то ли по какой-то причине они очень хорошо их собирают но в общем смысл в том что это самые стабильные в плане соединения наушники в районе двух с половиной тысяч рублей на тот момент когда я делал обзор сейчас конечно же напротив наподобие них есть очень много подобных штуковин наподобие подобие уже начал заговариваться через час извините проще говоря вот эти ушки хорошие в джинсы заползают не очень хорошо обзор у меня был на них более чем детальны с попыткой разбить бокс на мелкие кусочки он у меня разлетался бокс я потом разбирался чтобы свои фанами сравнить и получилось что это то же самое кнопка механическая берут они дальше чем на 50 метров через две стены работают свободно кодеки стандартно и си и sbc потом что у нас еще там интересного было и пикс 4 водички совсем не боятся да и принципе все кейс за два с половиной за два с половиной за три часа где-то заряжается наушники за полтора вот весят 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 совсем чуть-чуть и опять же все время сравниваю с мифа здесь понятно один наушник можно там 4 эти грамма умножить 40 44 грамм будет вместе с кейсом blitzwolf норм фирма норм но очень-очень такая такая на грани я бы сказал нужно нужно любить и этот бренд чтобы его покупать после того как появилось столько альтернатив хотя бренд очень хороший дальше у нас идут xiao redmi air dots tvs фейки фейки в плане а нет это оригиналы а до этого были значит фейки или я них уже я них уже рассказал а по какой причине рассказал а я я вернулся в общем проще говоря сейчас это у нас xiao redmi air dots называются они по-разному называются эй эйси 65 либо море других названий это фейк air dots of вот ну вот копия просто чуть-чуть толще кейс пластик тот же самый кнопки такие же тот же единственное здесь есть индикаторы здесь четыре индикаторы в кнопках и по звучанию они не особо сильно проигрывают они проигрывают по стабильности обзор пока не выкидывал конечно же не советую стоят они всего 750 рублей вот если кратко то так если увидите redmi air dots дешевле тысячи читайте отзывы смотрите что там написано чтобы там было обязательно написано не for redmi air dots а redmi air dots тогда покупайте иначе вы можете очень сильно нагреться как это сделал я потому что они специально его купил это если честно дальше стоит ли покупать хавит а и 91 давайте еще раз повторяю что отвечу на все комментарии потом на хавит а 91 еще раз хорошее звучание убогий внешний вид мое мнение от один попались микрофон не работает слова вообще собеседник не слышит вот слова не надо вам просто не повезло пишите в тюб и ой в алиэкспресс вам вернут деньги у вас брак дальше redmi air dots очень много брака гром был к сожалению дальше идем мы мы идем к хайлоу gt1 это наушники которые я не к счастью к несчастью своему обозревал довольно нескоро то есть они сначала вышли у многих очень побывали на обзорах мне их даже пытались заслать два человека мне писала чувак бери у нас описал нет это сенсор это убожество и в принципе по большому счету сенсор здесь и правда не особо фонтанный хотя хотя работает хорошо как я помню но не люблю я сенсор в принципе это раз к нему надо привыкать привыкнешь будет норм bluetooth версии 50 очень хорошее звучание айпи x5 у самих ушей заливал работают норм и и и что выглядит круто очень удобно их засовывать в кармашке динамик на 7 миллиметров в каждом ухе ухи малые амбушюры хорошие на них то есть там есть такой прикол что если ты хэнс хэйлоу перевесишь на redmi амбушюра даже даже так redmi начнет играть лучше но стоят они дороже то есть они стоят 1400 рублей это тоже сяоми то есть это один из дачи одна из дочерних фирм вообще к юси вай а к юси вай как мы знаем это сяоми очень долго батарея держится посмотрите обзор я уверен что вам будет интересно потому что довольно низкая задержка с играми при игре во что-либо включая пабг но все равно она есть и минимальная задержка на тюбе даже меньше одной десятой секунды по особо вы не заметите скорее всего я замечаю потому что потому что уже опыта много слишком много для того чтобы сказать что лучше идеале идеальных ушей не бывают пришел я к пулем вторым то что не особо интересует кого-либо потому что стоит все равно они 100 долларов 100 долларов это бодрых 95 там либо 90 в общем проще говоря в районе 66-6 с половиной тысяч рублей уши эти я люблю они выглядят очень круто выглядит очень дорого лучше всего конечно же себя ведут с телефонами one класс потому что у них там много всяких фишек посмотрите на них обзор бегу я в них если кому интересно то есть когда я не тестирую девайсы вот допустим вчера я бегал в них сегодня я бегала в них и бегаю в них для того чтобы в них разговаривать и конечно же конечно же мне иногда говорят что звук глухой конечно же звучание иногда иногда когда ты просто бегаешь и слушаешь сбивается если ты там конкретный хаба что-то ударил об ветку но в принципе лучших ушей на данный момент для бега у меня нет ну может быть airpods и только если силиконовой накладки на них надеть но дороговато потому что airpods и я один раз катал у них на лыжах в этой зимой и потерял один наушник и проклял этот день потому что мне безумно повезло что их нашел мне помогли их найти вот кратко так мы до буллетов дошли дошли это уже 24 пункта всего их 37 я почему-то думал что у них 33 спасибо что смотрите это канал польза нет напоминаю что здесь мата нет нас 230 человек кому не жалко прожмите пожалуйста лайк и еще раз повторяю для всех комментирующих что я обязательно отвечу на все ваши вопросы когда вы закончите когда у меня закончится вот эти вот штуковина которых я рассказываю конкретно наушники все наушники есть ссылки в описании на их покупку не все работают на вы по названию совершенно свободно можете великолепно найти где-то для покупки следующем у меня идут тиса ай-4 уже в комментариях пишут что киса и 5 у кого-то умер литиса и 5 я заказал они мне не пришли про них я ничего сказать не могу самые минималистичные наушники которые у меня были я бы сказал что здесь довольно такой странный амбушюр оля гибридный но обычный тоже вешается звучат просто отлично кнопка механическая стоимость 1400 рублей реально купить за 900 рублей при желании на каких-нибудь там бодрых дал довольно распродажах реально купить тиса ай-4 советую остальные модели их бренда не знают и пока ничего сказать не могу следующий идут лимфа м1 это позор позор для меня потому что я не пожалел денег и все таки купил это в общем штуковина оля на браслет мало того что они при пришли с браком то есть их потом заклеивал это такие и же айбриды типа кисе white и 3 ну наподобие с попыткой кисе white и 3 выглядит отлично потому что они маленькие звучат ужасно подключаются ужасно глючат долго долго находит телефон в общем если вы хотите себя расстроить купите лимфа м1 видите как мы быстро пробежались по ним следующий идут кисе white you 29 номер 27 как я помню это вот эта штуковина по-моему да нет это не они это не они кисе white сейчас 5 секунд найду куда-то они куда-то они запропастились а вот они вот эти не очень хорошие эти хорошие они то так и всего это 35 секунд 5 секунд q29 q29 т1 про эти ладно я помечу себе что я их пропустил где-то они в общем лежат здесь может быть это может быть это 27 кто знает а но сейчас узнаю как они выглядят потому что ссылка то есть а все вспомнил на них у меня тоже не было еще обзора я их еще даже не тестировал я их единственный включил и поэтому не помню как они выглядят включил и послушал кнопка механическая понравилось очень понравился бокс очень прикольный но я все равно начал с тестирование вот этих ушей клюшек которые мне пришли и вот этих покупал я их сразу в одном магазине все три штуки ссылки по моему у меня даже не сет они доски сивай факторе я брал ссылки скидки мне не дали я даже учитывая что я брал трое ушей ну вот как бы так но мне они понравились понравился бокс звучание понравилось как они будут себя вести при длительном использовании обязательно вам расскажу но одно могу на данный момент сказать точно звучат они очень хорошо выглядят они примерно как ты один очень туго заходят и выходят из бокса довольно глубоко заходят в уши но и канал хороший . soft touch пластик громкие но с басами я бы сказал небольшая у них проблемка то есть это точно не blitzwolf и фея 4 это точно не сайла был с 101 это вот что-то из разряда хэйлоу но стоят они также 1600 рублей как и хэйлоу принципе по большому счету на данный момент для меня они равнозначны и вот кратко так дальше мы идем по списку и приходим к фанкал w1 труба вас о них я особо распространяться не буду по какой причине по той причине что у меня следующая будет обзор вот сейчас я его конкретно пилю будет именно на эти уши я их все еще тестирую тестирую же не первую неделю бокс красивый звучание хорошая но вот с отвалами у меня вопросы вопросы в первую очередь в том что с айфоном отвалов нет с huawei по 20 pro отвал от валов нет но среди ноут 7 у меня почему-то с ними отвал и и когда разберусь чем причина там не знаю факторе рассад сделаю себе у телефона с ноутбуком вроде бы тоже ничего басов здесь маловато но и цена помню что это всего полторы тысячи рублей и плюс это ноу-нэйм корпус глянцевый царапается моментально в джинсах носить удобно принципе фанкал мне очень понравился но если у вас есть деньги лучше купить конечно фанкал ай они w1 потому что никаких аптекса в здесь нет проще говоря все увидите в обзоре скорее всего даже завтра следующее tvs bluetooth версии 50 это просто наушники вот эти на них у меня обзора пока не было кратко о них что могу сказать когда увидите что-то такое цветастое если вам будут это дарить не расстраивайтесь вот этот китайский ноунейм виде оля какого-то там блока питания он хороший он стоит всего 16 баксов там 16 от 16 до 20 там по округлил я до 1200 рублей есть 2 в 4 по моему расцветках а в нет в двух расцветках но в двух вариантах это из разряда один наушник боксе и два наушника в боксе отзывы исключительно положительно о нем покупают в основном довольно редко из постсоветского пространства как раз принципе откуда и я российская федерация к ним относятся тоже выглядят довольно колхозно но звучат хорошо мне не понравились когда я запилю обзор как раз о них услышите собраны собраны единственное плохо то есть некачественно они выглядят но звучат хорошо следующие наушники которым мы потихонечку придем пришли которым мы уже пришли это дни чин их tvs и эти штуковины я покупал вообще по распродаже за 800 рублей сейчас они стоят 1100 потому что люди уже раскрутились нихен это довольно такой неплохой бренд оказался наушники эти вкладыши они затычки выглядит довольно прикольно учитывая что есть еще разные цвета у этой головки брал их горячих товаров тогда сейчас они стоят 15 16 баксов что для них я считаю довольно много реальных купить crf и бокс бокс выглядит убого у бога он выглядит на 800 рублей сами наушники звучат наверно не минимум на тысячу продали они уже их большое количество конечно же bluetooth версии 50 разумеется это чуть ли не первая их попытка выйти на рынок tvs наушников и учитывая что это не затычки а вкладыши а вкладышей с именем практически нет ну можно сказать что они вышли на рынок удачно потому что 3000 с лишним отзывов которые они не удаляют и средняя оценка 4.9 это довольно круто на них я пока обзор не делал но ходил с ними довольно долго поэтому наверно наверно не наверное если увидите в горячих товарах у вас будет 800 рублей желание купить вкладыши попробовать что это такое это точно не худший вариант а я бы даже сказал лучший следующие наушники это out сон aus дом aus дом по моему у меня даже на них не было обзора и почему я даже расскажу они мне не понравились не понравились они мне звучанием номер 31 звучанием они не понравились тем что у них на высокой громкости начинается шипение это раз и второе чем они не понравились мне это тем что у меня были обрывы но ввиду того что времени у меня не особо много фирмы это не особо такая распиаренная 6000 заказов найти лучше 4,8 средняя оценка у них механическая кнопка выглядит хорошо собраны хорошо звучание мой я мое мнение плохое стоимость 20 баксов я на месте вас бы обходил их стороной хотя фирма более чем может быть мне просто не повезло с конкретно моей моделью может в перспективе планирую все-таки на них сделать обзор когда будет возможность следующий у нас наушники под номером 32 под номером 32 почему-то я указал q67 твс но это не они так секунду под номером 32 давайте пока по отвечаю на комменты а потом поищу чуть-чуть бомбит 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 отвечай на комменты ты тупой отвечай на комменты да все отлично гром был спасибо что вы появились на моем канале и были еще и исчезли очень мне нравится вы не расстраивайтесь постоянные подписчики я извиняюсь за то что вот такое быдло у нас приходит на канал мы это быдло будем блок блокировать поэтому у меня уже больше тысячи заблокированных пользователей но мы зато можем общаться потому что во время стрима вот они выползают и и все да андрей досад сэд не обижаться все нормально роберт стиджи подс не покупал тимофей будут обзоры полномразмерных беспроводных наушников недорогих и качественных они есть уже на канале посмотрите амби правда что кьюсь его это один си появляются трещины на наушниках через месяц не знаю мне кьюсь его это один был метру вайлаз и афонс не знаю здесь набирал на сто тысяч вот больше у меня дома ничего не валяется это либо в питере остались либо их продал либо подарил я уже говорил за такую политику лайк спасибо юмиксон это конкретно уменьшает количество подписчиков потому что эти все дизлайкеры и хейтер они довольно неплохо раскачивают канал учитывая что у них почти тысячи уже в бане висит но зато у меня какое-то моральное удовлетворение что вам не приходится эту грязь читать сколько будет идти стрим не знаю посмотрим какие все таки из всех рекомендуешь потихонечку потихонечку мы дойдем до этого давайте отложу во всяком случае пока я с вами разговариваю то на что я уже сделал краткий краткий рассказ потому что я не а вот эти вот вот они номер 32 вот эти уши я купил давным-давно и понравилось мне у них фишка в том что они стоили всего 1000 рублей сейчас они 1400 примерно такие же вот такая металлическая штуковина я не помню что они они мне конфеты напоминают помните в каких-то упаковках были была такая же штука в детстве и звучат они в принципе неплохо но у них безумное количество отвалов выглядят они довольно стильненько футуристично стоят почти полторы тысячи рублей их я брать не советую помпу слайд не заказал пока жалко денег жду когда у них будут скидки так с этим мы решили q67 без с 12 это уши которые у меня в топе по звучанию микрофона и я этому безумно рад от 1700 до 1400 рублей очень очень удобные вот эти вот штуковины они маленькие пластиковые особо по ключицам не бьют резиновый качественный ободок и великолепное звучание микрофона в принципе наушники неплохо звучат но мне вот такое нестандартное решение для звуковода не особо понравилось о них я слишком долго распространяться не буду но кратко в районе тысячи рублей дешевле даже тысячи рублей их реально купить и они велико просто отличная альтернатива для того чтобы по ним разговаривать если вы хотите handsfree не покупайте handsfree qc вайка то которых я буду рассказывать или еще что-то подобное покупайте вот такие уши будет и для спорта и для бега конкретно для спорта на турнике на особо особо не покручишься на таких но вот вот так дальше про бизнес и рассказал airpods 1 но про airpods 1 у меня есть на канале обзор обзор у меня кратко если самый большой большой в плане просмотров там миллион просмотров на этом на этих наушниках до такой степени они все одинаковые эти копии airpods of airpods а очень проще говоря можете смотреть обзор airpods и это всегда топ 1 airpods и тоже топ 2 airpods и топ очень печально что они ломят такие бабки за них но опять же почему они ломят если бы у нас был курс 30 рублей за доллар они бы стоили 6000 рублей 6000 рублей абсолютно адекватная цена но к сожалению наша валюта конкретно рубль довольно сильно просела к баксу поэтому они стоят 12-11 тысяч и это дорого и жалко что не у всех эти деньги есть иначе бы у нас даже не было смысл вести диалог по поводу того какие наушники лучше но но никогда в наушниках вкладышах не будет топового баса если брать по басу даже сайлабл да какой даже сайлабл их просто рвет за 2000 рублей и даже air dots с их косяками рвут по моему мнению наушники вкладыши конкретно airpods и 1 либо 2 без разницы вот принципе airpods сказал что хотел следующий идет трансморт трансморт безумно нравится моему шестилетнему сыну потому что у них есть секретная функция об вот выглядит они более чем круто выглядят они как марсианские затычки бокс конечно же неудобно носить пластик довольно дешевый звучат неплохо как сделано они мне не нравятся обзор на них скоро будет диоды не раздражают звук хороший внутри внутри анкапс великолепно и качественная но я бы сказал что если на колонках они отрабатывают я заказал еще т2 плюс при том две штуки чтобы опять же сделать какой-то обзор для подписчиков точнее не обзор трансморт я буду разыгрывать обе колонки я постараюсь не убить на во всяком случае одну чуть-чуть поубиваю но чисто ради тестов если убью окончательно то в розыгрыше будет одна колонка вот с наушниками но если вы любите трансморт почему нет в районе двух тысяч рублей 2 400 они стоят звучат хорошо сидят так же как мы зуб об 2 и более подробно о нем о них вы узнаете в обзоре думаю на следующей неделе дальше идут к и силой т2си как именно они выглядят но уже осталось у нас уже остались всего две пары наушников поэтому поэтому все будет просто т2си это у нас с прозрачным кейсом сверху или наверху правильнее сказать по моему вот они нет номер 7 ха 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 у меня на них даже обзора еще не было не совсем понимаю где они лежат но наушники хорошие я как все у кси вай вот стоит всего 20 баксов на столе я почему-то их найти не а до нашел если в это 2 т а не хотя у них все круто есть магическая проблема у них механические кнопки и очень странно работающий бокс по поводу механических кнопок и странного работающего бокса мне пришел брак когда разберусь с этим либо не знаю каким-то образом разберу их сделаю я наверно сделаю на них обзор может быть даже и без этого сделаю обзор но как делать обзор на то что у вас не работает это из разряда того почему ты не делаешь обзоры на фирма то не без оса какая-то фирма была которой вы все время спрашиваете я уже две пары наушников брала они у меня дохли идти и другие в магазинах так давайте ронда без политики вот за политику тоже буду банить скоро ладно в общем проще говоря их я не советую потому что мне пришел брак кратко а так понравилось бокс довольно большой кнопки механические норм терпимо и на тридцать седьмом месте почему-то редмин фейк наверное это мой косяк еще раз редми ноут 7 фейк я них уже рассказал за 750 рублей тоже не советую брать потому что у них много обрывов вроде бы мы все обсудили это и вот это да да это сто тысяч рублей в наушниках здесь еще есть сяомишные игрушки на них у меня будет отдельный обзор на ютьюбе ой на алиэкспресс реально купить только два вида из них и это будет маленький такой маленькая такая благодарность человеку который мне покупают данные вещи в китае чтобы я получал их первым некоторые вещи потому что большинство все что здесь принципе лежит кроме попугая носорога точнее этого слона будем считать этого носорога и нашего любимого железного человека все куплены на алиэкспрессе потому что так дешевле дальше дальше у нас за час двадцать мы с вами обсудили на сто тысяч все наушники то новенький не забываем поражать лайк за труды за покупки и для того чтобы я потом что-то новое покупал стрим оставлю игорь и теперь я по отвечаю на вопросы еще раз напоминаю поражали лайк кто забыл поражать будем считать что это супер помощь каналу донис не будем считать а это супер помощь канала здесь все уши что у тебя есть нет руслан у меня 300 обзоров где-то наверно 120 из них на наушники это всего 33 пары можно считать если не считаешь на руков наушников твс и не только во всяком случае всех беспроводных не в тему почему бип в 15 раз 15 подняла отваливается по bluetooth потому что возможно у вас сам носитель телефон имеет не особо качественный bluetooth либо у вас некачественные бип и с браком так не должно быть еще и комменты силе понял спасибо большое за то кто прожал лайк вам огромное спасибо какие самые лучшие зву по звуку сэм еще раз по звуку я считаю по басам лучше всех сайлабол на данный момент из того что есть по среднему высоким это 3 бац 2 airpods любые 1 или 2 и я бы еще добавил туда двое шнурков это huawei и булица и те кто скажут что вот ты там самое дорогое нам сейчас запихал нет сайлабол стоит 2 200 если вы хотите чего-то более экономного и чтобы все было сразу в одном месте это фанкал ай если вы любите дешево и красиво это хайлоу джетти я бы их выбрал вот если вы любите выделяться и иметь с собой оружие какое-то маленькое это мифа 5 так фанкал ай или сайлабол с 101 если вас не смущает внешний вид сайлабол то сайлабол скажи пару слов о самсунг бац алексей два слова никогда не куплю шучу никогда не говори никогда но сейчас точно покупать не буду очень много отзывов что они просто хлам и поэтому братьям них не хочется совсем так 392 лайка ну давайте товарищи еще 8 лайков поставим чтобы было для ровного счета 4 соточки мне будет приятно вам ничего стоить это не будет подскажи по чувствительности сенсорных кнопок на хайлоу gt1 александра я скажу что у хайлоу джеки кнопка можно привыкнуть это самое важное считаю для спорта лучше что лучше всего до 3000 рублей лучше докинуть тысячу и купить вот эти вот наушники от huawei либо там заново ну проще говоря если сильно напрячься заново зарегистрироваться на алиэкспрессе взять там кэшбэков чертова тучи за три с половиной их реально взять при том при том по моему huawei мне не писали кто-то мне писал что а я сейчас вспомню это пионер мне писали что я такой подлец сделал обзор на их наушники указал цену в 3000 когда они везде их продают по 6 потому что city link продают их по 3 ну city link продает их по 3 чтобы их распродать логично потому что зачем 200 пар ушей которые у них валяются правильно микрофон 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 подскажи эр подс и в 2019 год на всегда к сожалению моментально после просьбы за 400 перевалим спасибо большое джей соу да нет не опоздали я во первых оставлю этот стрим с рассказываем о тех ушах которые у меня остались и они остались не по той причине потому что я их еще не подарила они плохие а потому что просто пока не успел у меня идет фазами у меня супруга уезжает в отпуск забирает все что она купила и перепродает в петербурге в два раза дешевле чтобы чтобы все это дом под по дому не валялась дом у меня маленький у меня квартира очень маленькая квартира деком как контора норм уважуха им я говорю несмотря на то что они мне хейт хейтерские всякие штуки писали мне уши сами их понравились не понравился очень бокс камель спасибо за ответ это лучше вам спасибо за то что лайкаете смотрите и общаетесь со мной камель и давид будешь ли покупать и mosfet gts а давид я уже купила мисс вид же теса и он уже по моему в аэропорту рядом со мной в 3-4 днях а до 20 долларов скажи что взять северин вот что взять до 10 до 20 долларов у меня есть на канале топ-10 посмотрите их потому что здесь не все наушники из этих топов будешь брать heavy g1 про они меньше и лучше орел 34 у меня есть определенный информейшн про gt1 про и пока она подтвердилась может быть может быть возьму но это опять же деньги на ветер то есть я потрачу четыре с половиной тысячи рублей для чего чтобы сказать что они плохие выложить их на розыгрыш меня захотела еще там не знаю тысячи две человек появилась еще чертова туча народа который мне понадобится на стримах забанить постараюсь не обещаю на постараюсь по муслайт не тестил нет нас не тестил руслана не пока дорогие я их куплю когда на них будут скидки вот стоит ждать ронда обязательно куплю но опять же вопрос когда микрофон в каких лучший микрофон дмитра у меня есть топ 5 наушников лучше с лучшим микрофоном посмотрите на канале есть топа по лучшим микрофоном получим кроссовкам получим ушам до 20 долларов и до 50 долларов когда обзор на фея 5 никогда николай потому что он пришел мне товарища который выиграл me band 4 по ошибке моих заказал и он обещал их послать но он не послал оставил себе супруга надо мной смеется и говорит что нечего удивляться люди все такие я так не думаю поэтому я довольно сильно расстроился и профи опять рассказывать не буду но буду про него часто вспоминать особенно когда вырасту и канал станет большим и ужасным надеюсь скажи по звуку чтобы крутые были по автономности док долго играли йо-хо-хоу какие-то были на канале я даже не помню из последних прям космической автономностью но вообще очень хорошо играют мы за поп-2 и поп-1 у поп-2 космическая автономность но у них недостаточно громкий звук поэтому тут либо то либо это сайла было 101 или вайзер тп1 звук качество связи где лучше звук басы лучше в сайла был остальное вайзере громкость выше вайзере тут качество связи одинаково по моему мнению он пол не тестил очень странная фирма по мне out some to 01 что скажешь про эти наушники как тебя не магомед уже рассказал по моему мне был на обзор на канале вот что-то лучше стратос появилась цена-качество сергей 3 стратос а точнее вторые появятся я скоро расскажу андрей пили канал до в духовную тематику к сожалению нет я гностик может быть из-за этого кто-то отпишется но вот так motorola в р бац 400 тестил нет мне кажется что они слишком дорого стоят для того чтобы их покупать не не стоят они этих денег спасибо за справедливый обзор сайла был рулят за сколько взял gts 10 с копейками а я даже не помню я напишу потом какие-то в за затычки посоветуешь до 6000 вот эти honor freebats 2 flypods про в общем вот такие вот штуки они по-разному все называются онара дешевле но это одно и то же про airpods про что думаю думаю что у меня есть обзор вы можете посмотреть на канале какие лучше достал баксов по звучанию по мне вот эти honor и опять же но не для басов для басов лучше всех сайла был неплохие мифа луба у мифа басы ну кому-то они не нравятся очень неплохие по звучанию хавита но они у них очень много косяков помимо звучания какие полу наушники посоветуешь беспроводные порно полноразмерные до трех с половиной тысяч рублей покемон есть топ-10 наушников до 50 долларов на канале посмотрите flypods до 6000 нет есть на пандау и сколько раз я там не рисковал все время у меня получалось что мне везло и я покупал эти наушники будет топ шнурков иван петров скорее всего да чтобы беспроводным джебель ком дорого слишком дорого джебель хорошая фирма но мне не кажется что я потяну на них обзора что лучше airpods или air dots airpods логично для бега какие были для бега были вот эти две пары этих шнурков от бу лицев и huawei затычки а он рывкладыша до он рывк вкладыша дальше алекс благодарю окей у меня а и 20 за 14 баксов топ звук за свои вкладыши максим все же познаются в сравнении зависимости от того чем вы сравнивали что вы используете логично что 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 логично что у всех свой опыт вот мой опыт вы видите вот умножьте это на 3 вот столько у меня наушников было и да я их оцениваю по сразу много многим качеством начиная от внешнего вида габаритов качество звучания автономности стабильности бренда и заканчивая не знаю тем какая упаковка приходит как быстро их присылают вот про все я думаю на то я и занимаюсь этим блогингом а какой модели сай был сайлабл идет речь вот об этой с 101 вот такие вот безразмерные огромные штуковины которые 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 похожи на фея на фея 3 от blitzwolf а но лучше mosfet gts будет обзор еще раз повторяю что будет сергей нет я через товарища заказал поэтому вы пока их не увидите фонар fly подс на пандалу дороже семья вы помониторьте будут они дешевле чем 5 что скажешь про me sport bluetooth headset читал очень много плохих отзывов про наушники ими особенно подобные поэтому не особо не особо я им верю не хочу их покупать какие у тебя самые маленькие наушники самые маленькие наушники это тиса и 4 вот они прямо прямо чем муси пусики мили пусики так что если и мне они нравятся андрей быть агностиком нелогично все-все в андрею логика понятия растяжимы у каждого права на свое за плохой бизнес с подделками надо руки обрубать согласен какие у тебя самые так а какие сам юзаешь алекс сожалению как вы видите я тестирую постоянно наушники еще раз повторяю что на данном этапе жизненного развития сейчас я юзаю вот эти наушники прибеги это булица вот все остальное я тости то что тестирую то что это использую то сейчас я фан кол использовал потому что их тестируют параллельно я использую вот эти наушники кисть его и потому что как вам объяснить ну хотя бы два-три дня не лучше протестить для того чтобы понять какие они плюс по сравнивать с другими понятно что я не особо тщательно описываю вам звук потому что все это относительно как могу так описываю как я чувствую и ощущаю но остальные объективные факторы допустим обрывы сколько они работают и т.д. и т.п. я должен же проверить правильно поэтому у меня каких-то стабильных ушей нет я бы ходил с аэропорта кидайте в меня булыжники даже кирпичи но ходил бы с ними канал окупает к покупке и mix он уже да честно если особенность при выборе ушей для музыки с часов если особенности при выборе ушей для музыки с часов нет алексей все те же самые какие наушники посоветуешь до 2000 и горка на канале есть топ-10 до 20 до 50 долларов что думаешь про ттт еще раз кто вспомнит про какой-то еще канал на канале моем будет забанен ничего личного мне без разницы кто конкретно и о чем говорит на площадках ютуба знаете что каждый раз когда любой канал упоминается будь то мной мой или еще чей-то его сила увеличивается если посмотреть любые сравнения то есть вы допустим смотрите как кто-то хейтит вылса кома я думаю что я уверен что 220 человек который сейчас смотрит стрим просто отлично знают вилсу так вот если вы посмотрите как только тот же андр нет от ранился его не хотел его хотел не распаковка 2 пока сейчас вспомню как как же этот канал называется по сути заболтался за полтора часа друзья сейчас вспомним напоминайте кто его хейтит постоянно стас 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 ой как просто вот как только ой как просто вспоминает бедного высоко мы бедного это в скобках больших у высоко мы сразу идет кривая я статистику просто смотрю плюс 100 тысяч человек подписчиков там плюс 30 обычно у него стабильная подписка там 3000 человек как только его кто-то хейтит из больших каналов у него подписчиков увеличивается в разы так вот если вы вам интересно как только хейтит меня как только что-то плохое про меня выпускают это уже 4 канала выпускала вы вспоминаете почему-то только один у меня увеличивается количество подписчиков если в день среднем было допустим 100 после первого хейта стала 1200 то есть все кто увидели получается что-то плохое про меня подписались потом был и ну потом упала до 200 потом в общем каждый раз когда кто-то делает что-то эпичное на другой канал это помогает другому канал вот так извините что загрузил этой темы 205 человек убежала от таких вот ютубных дел не забываем про про жать лайк кто новенький мне будет приятно и у меня будет мотивация рассказывать про эти ушки на уж на канале больше ста наушников здесь всего 30 с копейками и остальные из этих 100 неплохие что скажешь tvs x4 тест powerbank не знаю таких у каких наушников самый маленький кейс по моему мнению самый маленький кейс опять же у хэйлоу это раз да и у хэйлоу то есть самый разумный из всех это хэйлоу и нет хэйлоу только хэйлоу остальные и нилкин нилкин такой тоже интересненький он пузатый но мне нравится по обтекаемости конечно же маленький уэр дотсов точнее редми эр дотсов р подсов заболтался саша ответь пожалуйста на мой вопрос диана я не видел его еще раз повторите пожалуйста все объективно правильный вектор держите успехов и крепкого здоровья вам вашим близким подписчикам будьте здоровы спасибо большое алекс какие есть уши похожие на мэйзу поп и стоит ли брать не нравится белый цвет мэйзу еще раз у мэйзу поп похожие уши это какие это копия блиц вульфия 3 но я бы взял не блиц вульфия 3а вайфан x spots 3 но мне уже товарищи писали что у кого-то правда это один человек всего у кого-то они были с браком опять же если вам приходит что-то с браком не расстраивайтесь пишите на алиэкспресс пишите продавцу 99 процентов случаях вам возвращают средства не расстраивайтесь еще раз если есть какие-то супер проблемы пишите мне может быть что-то вместе решим опять же у кого есть какие-то предложения решения вопросы пишите мне вам с удовольствием отвечу контакт фейсбук фейсбуке очень часто забивал забываю про messenger сразу говорю так что лучше пишите вконтакте сколько у тебя ушло из бюджета на все наушники камель я вам скажу честно что мне около года уходил от 40 до 60 тысяч на канал поэтому и когда он давал ровно 00 вот если вам интересно покажи huawei фонар какие лучше названия модели слышал новые вышли как как будешь брать вот эти вот онара тира huawei вот буду брать 3 продажи пока нет очень жду когда они появятся мне они очень-очень нравятся и даже в теории не говоря уже о том что я надеюсь их купить в числе первых хотя это вряд ли получится потому что они будут засылать конечно же топовым блогерам эти уши для того чтобы распиариться если тебя обзор на хэллоу да есть николай сдаюсь очень прошу николай не спамить потому что вам вы здесь не один вас здесь 200 человек если у тебя так еще раз а для спорта если напрячется до 2000 рублей без осы без осы берите для спорта то есть любые ну можете вообще взять любые затычки тисай 4 возьмите либо к юси white 1 200 человек на стриме если несложно прожмите лайк мне будет приятно вам будет полезно точнее наоборот мне будет и приятно и полезно но это очень сильно поможет моему каналу до 450 до объем как тебе tvs а и 200 норм те что мне пришли норм но опять же они мне пришли за 4 5 500 я купил за два куска еще на алиэкспрессе за 2000 рублей что около 30 долларов чуть меньше 27 скоро расскажу потому что они мне очень скоро придут он пол т2 скажешь что-нибудь про эти уши ничего я их не тестировал какие-то в с уши лучше для игры за 20000 механика за 20 баксов с механической кнопкой никакие для игр если брать папка все наушники беспроводные кроме airpods of это чуть-чуть они подлагивают и чуть-чуть которую сегодня сделали обзор подскажите нужно ли сразу сделать запас ножей лучше сразу сделать запас пока подскажи твс зашит затычки до 5000 вот эти huawei тире хонор про в мониторте на пандау дешевле 5000 55 с копейками 5 200 уши на шнурке обрывов меньше ловят чем твс до юра еще как потому что у них передатчик соответственно там они не особо париться по поводу размера у них больше он и он ближе в принципе находится к телефону который вы уберете в карман или еще куда-то привет как у тебя скиси white и 3 стоит брать нет у меня есть на них обзор мне они не понравились посмотрите его обязательно может быть вы разделите мое мнение как тебе копия 200 2000 не видел дмитра не спамить николай не спамить я еще раз повторяю на хэллу был обзор еще раз напишешь за баню николай с оценка сколько дней минимум длятся длится тест наушников которые ты покупаешь покемон от 3 до месяца иногда даже до 2 то есть есть наушники которые тестирую уже месяц даже больше это те же фанка у меня они на обзоре на тестах уже по моему месяца полтора дальше у каких ушей самый лучший звук артем я говорил сайл оба басы honor play flypods и airpods и первые вторые это средние высокие частоты что-то среднее это хэллоу если вы хотите что-то среднее если вы хотите что-то среднее подороже это фан гол ай и но у них тоже бывают брак дальше удачи вам на стриме больше подписчиков очень интересно я пойду счастлива камель надеюсь у тебя увидеть снова на следующем стриме или на канале а продавец какую-то выставил бы дает трек номер да дает трек номер стоит ли париться с амбушюрами или взять с комплекта обычно люди как делают по поводу амбушюр если у вас были хорошие наушники затычки то лучше с них снять то есть там у кого-то протерлись там на кабеле были те же sony прожили они три года вы хотите перейти на что-то подешевле заберите этим амбушюр а вот потому что обычно с амбушюрами ничего не происходит а так хорошие амбушюру у хэллоу если братья rbr dots redmi то у них плохие амбушюры дальше здравствуйте на алиэкспрессе сколько много много копий airpods какие выбрать самые лучшие близко к оригиналу евгений посмотрите мои обзор и узнаете какое место без заняла хэлло в том 2 в топ-20 в первой пятерке точно затычки за 5000 не вкладыша затычки за 5000 не вкладыш это фанкл я бы взял фанкл фанкл ай если бы я хотел рискнуть то есть если вам повезет с ними то это будет очень круто если с ними не повезет я бы взял blitzwolf и фея 4 это стабильно вам повезет вот миллиард процентов если вы возьмете фея 4 либо blitzwolf и либо возьмете мы эти экспорт экспорт 2 вот как нам дальше привет за три месяца отказали 3 3 bluetooth наушников хока и двое мейзу я в шоке это нормально пайк лак интересно где вы их покупали что вы с ними делали это не сарказм можешь сказать сколько у тебя проводных bluetooth на у тебя проводных bluetooth наушников и какие вообще проводы вот все у меня лежат по моему может быть еще парочку лежит где-то но вот не часто их покупаю потому что они не особо людям интересны он or fly под или мифа оу-5 мифа оу-5 или 05 оу-5 скорее дальше посоветую для электронной музыки наушники до 5000 рублей сала был я бы даже для электроники взял саша крутина и как просто да да я вспомнил его спасибо как тебе копия любые airpods 11.1 вот я говорю что airpods 2 скопировали вот эти вот а и 200 твс который за четыре с половиной тысячи но чувак мне выслал я по-честному оставил его ссылку я считаю что это нереально дорого вообще любые копии это принципе глупо а это еще и нереально дорого я заказала с алиэкспресса вроде бы точно такие же мне кидал фотки продаван поэтому их купил скоро они мне придут и я расскажу то же самое то или нет если это то же самое то за 2000 рублей такие штуки аж советую как думаешь это а и 200 если что как тебе любые копии так 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 скажи трон смарт с панки про расскажи расскажу когда сделаю обзор на данный момент как бы мне не очень нравится пластика то как они их сделали я с наушников sony снял амбушюры для наушников xiaomi air dots про лонцик вы просто гений без сарказма вот так и надо делать и теперь у вас топовые уши за тычки не хуже чем соньки новенький не забывая поражать лайки если до 500 доведем это будет мой мой просто бенефис у меня никогда так много не было лайков за стрим а здесь все-таки ушей на сто тысяч а суммарно наверное на тысяч триста накупил если суммарно посмотреть на канале сколько наушников ладно не будем о грустном живу в луганске бегал отлично спасибо за стрим сочувствую очень спасибо за стрим и ответы на вопросы удачи в развитии канала и всем пока юра счастливо дальше джибель flash under armor пользовался если да что тут то что думаешь я думаю что они стоят космос и вряд ли я ими буду пользоваться потому что ну слишком дорого для меня для канала потому что у меня другой формат какие беспроводные наушники ты посоветуешь для ребенка в первую очередь и горка это должны быть вкладыши во вторую скорее всего я не посоветую беспроводные наушники потому что конечно я не не из тех людей которые верят что это вредно но в принципе неужели сложно походить с проводными тем более качество звука в разы лучше чем и у любых беспроводных если брать те же арматурные за 2000 рублей какие-нибудь кстати козы наушники я заказал потому что вы меня просили и скоро я о них расскажу почти за три штуки привет не могу заказать на алиэкспрессе поэтому я не могу вам советовать какие лучше я бы купил если бы если не жалко если купить на какие наушники купить чтобы были хорошие не жалко было их потерять то вот а и 4 киса и они точно не взорвутся здравствуй дальше дальше так что до 4000 для рока взять твс для роков только сайла был вот сейчас я советую сайла был и может быть блитц вульфе 4 но лучше сайл был 101 но выглядит они убога если не убога то фанкл ай но они уже три с половиной стоят blitz вульф или вайфан вайфан вот я бы вайфан взял здравствуйте расскажите скажите наушники за 3-5 чтобы без брака беспроводные лет он на канале есть два топа до 20 долларов и до 50 долларов топ-10 посмотрите пожалуйста вы узнаете у тебя есть видео про топ проводных наушник bluetooth наушников или будет есть два топа до 20 до 50 баксов улице 2 или он or flypods вопрос дня если у вас ванпла если у вас телефон вас ван плац руслан булица если нет то он or будешь покупать кроссовки миджа 3 уже купил саша и планирую их не только тестить но и разрезать для того чтобы вы посмотрели на то что там внутри меня самому если честно интересно посоветую беспроводные наушники до двух с половиной никита есть топа на канале спасибо пользу лукаса не глядя спасибо вам дироли тену привет с rg спать прочитал уже тебя кулинич по совету беспроводные наушники до два с половиной уже повторяюсь топы на канале посмотрите не забудьте что обещал обзор твс ушей сопа тэкс hd если не секрет какая модель будет на обзоре серже я помню я не могу найти какие есть более менее адекватным ценовом сегменте на сопа тэкс hd а вроде бы по моему даже ну поищу напишите мне в вк ваше предложение что мне купить ампо т5 стоит купить не знаю не тестировал честно фирма мне не внушает доверие честно скажу посоветуйте пожалуйста беспроводные наушники просто беру первый раз подскажите какие лучше взять хорошо чтобы не повторяться тиса и 4 или крис его это один стоит ли переплачивать за сяу xiaomi r dots чем рэдми у меня есть и и лесов сравнение на канале если вам вот по по деньгам сложно лучше купить redmi r dots а так конечно xiaomi лучше хотя это и другой сяоми ладно дальше будешь покупать новые уши у меди джи нет скорее всего нет саш ну а про me a1 посоветую уши под не один а без разницы алекс код купею говорю тиса и 4 все что купить из всех но подешевле тиса и 4 либо крис его это один либо за 1400 можно купить hello gt даже за 1200 если реально да не забываем лайки нас всего осталось 185 человек доведем до 500 будет обзор ушей от nokia дорого сейфи дорого safety mark ну может быть так юрик вам понравились сайла был я очень рад но если не только рок слушать но и классику спасибо за обзор и если не рок не только рок но и классику фанкл ой беспроигрышный вариант если они у вас не будут включить либо хэллоу джетти я них все время почему-то забываю довольно дешево и круто дальше а что за палочка лежит у тебя на столе вот это это стик я почему-то сначала хотел подключать их для того чтобы увидели какие здесь где кодеки а потом вспомнил что в принципе на все эти наушники есть обзоры на канале и вы совершенно великолепно сможете посмотреть это там нет смысл стрим удлинять правильно мифа о 5 или фанкл ой я бы взял фанкл ой хотя может быть и мифа не знаю зависит от а не идти и другие уши хорошие у каких ушей лучше лучше шумоизоляция вот прошу мы изоляцию мне бы хотелось сказать отдельно товарищи помните всегда что любые наушники затычки в принципе там даже активного шумодава может не быть обычно прошу модов мы блогеры рассказываем когда мы имеем ввиду что-то про микрофоны то есть в микрофонах есть смысл шумодава шумодав что делает он отрезает шум и чтобы окружающий ваш мир не слышал человек который с вами общается по телефону а вот конкретно шумодава в самих активных функций активного шумоподавления самих наушниках это очень редко встречается это дорогая очень функция для проигрывания музыки поэтому по большому счету когда мы говорим что вокруг тишина это вот чем глубже у вас в ушной канал заползает этот пимпочка из которой выходит звук тем 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 тише тем тише окружающий мир видел ты рассказывал про кроссовки сказал есть видос где рассказываешь как продобрать размер видоса так и не нашел а это я на стриме рассказывал вроде бы м9 какие кодеки видосе не сказано я не помню что есть м9 честно напишите мне в vk армен привет привет виталий r dots или тв твс а и 200 air dots алекс давно алби профи star привет посоветую наушники с хорошим микрофоном для hands free к телефону спасибо если вас не смущают шнурки я очень советую он и либо вот вот эти вот либо буллицы вторые либо honor free place я очень часто путаю название их простите но вот короче либо он рф релиз либо вот эти если у вас много денег конечно же покупайте airpods и либо huawei freebats 2 вот вот такие предметные вопросы на них я отвечаю армен блин всегда опаздываю да ничего страшного спасибо за стрим удачи в развитии канала здоровья вам и вашей семье спасибо большое николаев дальше сможешь сейчас рассказать как подобрать размер для кроссовок xiaomi я все время подбираю каким образом у вас есть размер постельки то есть вы от пятки до среднего до среднего пальца линеечкой проводите после того как пятку обвели на листочке видите количество миллиметров вот эти миллиметра смотрите по таблице china то есть обычно она не сходится когда у них 270 миллиметров написано в таблице china они подразумевают что это постельки 283 миллиметра но проще говоря должен быть запас пол сантиметра сантиметра у кроссовок всегда поэтому для тех у кого 285 миллиметров кроссовок xiaomi принципе не существует хотя я бегу вот допустим последних синеньких о которых я рассказывал у которых чип оказался навернут кстати для подписчиков хочу рассказать те кроссовки которые за четыре с половиной тысячи у меня были недавно на обзоре которых я сокрушался что не работает датчик я открыл спор и вернул себе целых две с половиной тысячи рублей притом я надеялся как бы опуститься до тысячи рублей но мне даже проект продавец не ответил алиэкспресс вернулся две с половиной вот вот так да алекс спасибо большое что 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 помогаете мне до стрим я оставлю обязательно в записи если что сможете посмотреть чем отличаются беспроводные наушники и 100 2 и 200 копии отличаются исключительно тем насколько качественно была сделана копия вот вот кратко так hello gt1 нас намного звук хуже чем если сравнивать сяоми one more айби free а вот сяоми one more я кстати андрей купил и скоро о них расскажу когда они придут мне как только они мне придут я скажу насколько хуже звук в хэлло gt и хуже ли он привет что может рассказать про наушники blitz вульфе про какие имена александр у них их там ах 7 штук по моему листы если не 9 уже моделей северян хвист не вижу что расскажешь так пава бум кресиво это один как тебе пава бум топовые наушники очень советую вот а вот сам тв 01 у меня есть ли если у меня нет обзора на не по моему отцом я про них даже не сделал обзор или если сделал очень либо сделали бы не сделал мне они не понравились что за ручку в руках это безус ручка тире stick то есть ручка здесь стилус здесь купил для того чтобы вы не видели мои пальцы когда я тыкву в экран телефона на моих обзорах 4 лайка у нас не хватает товарищи для того чтобы у нас было 500 лайков если не жалко прожмите пожалуйста так что-то у меня затормозило поэтому я не вижу пока ваши комментарии думаю скоро увижу 5 секунд что хорошо в ушах держится но не затычки что хорошо в ушах держится но не затычки я расскажу вам краткую историю по поводу того что хорошо держится в ушах и затычками этого не и затычками это не является вы берете вкладыши любые и они копируют друг друга если честно то есть по размеру он и а и 200 tvs р подс и любой модели они анатомически одинаковые и возможно они вам будут неудобны и даже если они вам будут неудобны и вы планируете допустим заниматься в них спортом очень важно обязательно купить к ним силиконовой накладки как только вы купите к ним силиконовой накладки сто процентов они у вас вываливаться не будут кратко так 509 лайков его но нас много людей убежала но ничего страшного правильно самые дешевые твс наушники в которые были на обзоре из качественных крюсе white 1 и xiaomi redmi r dots вот хотелось бы услышать твое мнение фавориты по звуку удобству стойкости связи всему такому хотя бы топ-5 меня сейчас саббат е12 слышала таких слышала я кстати сегодня только заказал фирму саббат новые новые наушники потом расскажу какие они так что-то я хотел важное сказать не помню что но обязательно вспомнил просто уже почти два часа у нас уже стрим идет кстати почти на канале очень много обзоров на наушники может разнообразить портативными колонками армен у меня много портативных колонок точно больше пяти штук если не 10 их не особо хорошо смотрят но я обязательно разноображу потому что у меня как раз идет две колонки новые что думаю м с вид пейс максим я не думаю у меня есть на них первый обзор на канале крайне позорный но очень честный мне они очень нравились пока их не утопил почему пользы нет наушник обзоров на наушники козы илья потому что они мне не дошли я взял и беспроводные и проводные и скоро о них расскажу если отличие в киевсе white 1 это 2 кроме крышки понятия не имею потому что не тестил киевсе white 2 что думаешь так стоит ли братьям из fit бип 1 николай если вам нужен gps то стоит потому что дешевле с gps м качественных как качественного трекера ну скажем не так как качественных спортивных часов вы не найдете почему только беспроводные наушники нет не только армен есть проводные есть проводные накладные есть проводные у меня на обзорах накладные в виде этих микрофонов ну посмотрите очень много наушников на канале разных какие вы просто в основном беспроводные какие выбрать мы из-за поп-2 или фанкл ой у мэйзу поп-2 больше автономность и лучше средние высокие но хуже басы но у них тише звук у фанкл у фанкл ой все хорошо лучше фанкл ой наверно к и сего это один или она мои бац и я бы взяла на мои бац и доброго вечера но именно ту модель которая обозревал потому что на другие люди жалуются доброго вечера не слышал ничего про джи мекли что можешь сказать про данный бренд слышал ли я нет не слышал и обзор не планирую делать потому что не видел его вконтакте напишите мне я посмотрю что это за уши какие беспроводные наушники брать чтобы в играх не было задержки до 30 долларов никакие в играх всегда будут задержки в наушниках до 30 долларов спасибо за интересный стрим лайк поставлен спасибо большое александр прохоров андрей фидулкин фидукин блин хотел написать целого было 101 сравнение с сяоми one more айби free для рока буду ждать когда он мор попробуешь да андрей но я эти сравнение делать не буду но про сяоми one more расскажу обязательно как за когда обзор на фиа 5 код в долгу никогда потому что очень много негативных отзывов по поводу обрывов про какие про всякие мягкие стельки расскажите видел даже сяоми заделали такие глеб я к сожалению не могу потому что размер моей ноги больше чем то что делает сяоми месяца два назад 100 лайков за стрим было круто да спасибо большое тем кто поставил 517 лайков это очень очень круто если не сложно проставьте новенькие вы очень сильно поможете каналу вот вот поможете поможете чем поможете тем что вы спрашиваете про какие-то девайс и я их соответственно покупаю рассказываю вам максимально честно опять же честно все понятие относительно понятно может быть мне какие-то бракованные вещи приходят плюс у меня может быть никакие какие-то не такие уж и но я считаю что мой подход он довольно честные не знаю сайлаба вот я советую всем но напоминаю что они такого космического размера если я рассказываю о том что redmi Has плохо то в первую очередь потому что редми рдос 1 подделывают довольно часто 2 они у них очень много брака вы можете почитать в интернете прям безумное количество нет идеальных вещей зависло видео сейчас возможно разве снит пока отвечаешь подскажи что лучше брать для звука фанклы или сайлабл файл фанклы чтобы универсально сайлабл для басов вот так что еще вас интересует друзья пишем так у меня есть фанкл ай ну для меня много высоких жду по муслайт на payphone flex 2 будет скорее всего нет стрим зачетный лайк осище спасибо большое андрей готов у тебя аккаунта али покупать и я не знаю что за аккаунта деле у меня один аккаунт на алиэкспрессе я тебе записано списал сегодня ванну встали лишь твс в инсте потом чек никак освободишься окей на их заказал уже топ-5 по твоему мнению пожалуйста глем глеб он есть на канале мой топ-5 и топ-10 и дала даже 2 то по 10 с 101 стоит ли брать да юрий если вас не смущает их размер кисе вайки с 2 хвали велосоком или их мэйзу лучше не знаю не знаю у меня пока не было обзора поэтому я не могу ничего сказать у мэйзу довольно тихий звук но в принципе мне они очень-очень сильно нравятся вечер добрый будут ли на обзоре по муслайт да но когда будут на них скидки потому что дороговато так пересмотрев ваши обзоры решился приобрести в iphone 3 довольно как слон спасибо за вас за ваш труд сергей безумно рад что вам они вам подошли стоит ли брать проводные наушники яблоко до проводные да а почему нет проводные вообще всегда хорошо у яблоко не супер отличные будет ли обзор на дорогие твс наушники наподобие новых ушей от sony samsung бац и так далее код долгу возможно но видите в чем дело допустим куплю я за 11000 samsung бац сделаю на них обзор у меня 100000 подписчиков на канале нет они напишут на тюб что у них есть лицензия на внешний вид товара и мне кинут страйка мне придется удалить я общем это все дело проходил скорее всего нет будет 100000 подписчиков будут долбить по топовым брендом пока вы извините но могу вот на стримах говорит что galaxy samsung вские затычки просто хлам мне даже их в руки не обязательно для этого брать по отзывам очень редко можно встречать ребят которые по ходу чата отвечают большой тебе человеческое спасибо лайк подписка колокольчик андрея смысл тогда стрима спасибо большое что смотрите я если честно стрима никогда не смотрел вот в моем понимании стрим это как раз диалог между нами к сожалению лицом я пока светить не могу но все все будет вился и лари хвалили и пиарил законский ценник конечно юмекс он работа у всех он какой рт повторяю еще раз он нехороший неплохой он как просто большой телеканал какие полностью проводные наушники посоветуешь козы либо у меня были уши проводные которыми я пользуюсь на канале посмотрите я уверен что они вам понравится всего 2000 рублей но относительно всего во всяком случае там кабель без кислородной можно отдельно использовать и ушки 1 драйверные но долбит и гигей как hello gt1 самый лучший по выбор за свою цену да наверное руслан если брать еще ниже цену то это тиса ай-4 либо красиво это один что скажешь про хонор флопают лай под слайд владислав я делал на них обзор очень хорошие наушники мне они безумно понравились но проблема в том что после этого мне безум опять же большое количество людей написала что у них они подыхали прям не умирали а подыхали очень люди расстроены были хорошо что aliexpress возвращает деньги но товар красивый товар качественный мне с ним повезло людям некоторым не везло то есть это как лотерея но учитывая что в магазинах в российских они стоят по 6 7000 а на алиэкспрессе 3000 я советую то есть риск оправданные считаю тем более деньги всегда можно налички вернуть чем плохи r dots кроме брака ничем ничем только браком и отвалами здравствуйте если не секрет кем работать инженером леттон уже говорил 10000 раз о круто тогда мне они one more зашли кроме того что кейс легко царапается есть маленький люфт крышки из-за конструкции ну совсем не критично спасибо анатолий иванов пользуя опоздал лайк стоит так и пропустил какие наушники в топе на шнурке анатолий не здесь не было топа я просто рассказала о ушах топ в наушниках а шнурки это он иван но ван мор ван пласт булицы вторые когда gts у вас появится через недельку может быть даже раньше и как всегда пусть даже вот как с этими часами mosfet health который я все еще юзу будет может быть позорно на сначала сделаю стрим для вас мы с вами разберемся возможно я понервничаю от того что они у меня умрут либо или еще что-то произойдет но я обязательно сделаю стрим а потом я расскажу уже в обзоре плюс мне идет сейчас honor ой сяоми ноут 8 про на 8 гектар и я также на стриме сделаю сначала обзор а потом уже отдельно сделаю обзор не на стриме очень часто у них дохнет за 30 минут один наушник не знаю вы про что you mix on ok я про он а ясно где звук и батарея лучше утеса а и 4 или кисева это один равноценно мое мнение и что там что там слышал обид соло 2 конечно армен а еще слышал что не стоит просто космос как выбрать правильного продавца с рейтингом хорошим часто продавцы мухлюют с рейтингом своим не как евгений все это рулетка как повезет лучше отзывы читать но отзывы тоже у меня есть стрим посвященный этому кстати посмотрите там не так много во всяком случае поделюсь поделился там своим опытом в течение двух лет что покажет заказываю на алиэкспрессе в первую очередь для канала вот посмотрите на фоне это клиентка так клён клеенка да это конечно же фон дальше одежду брал на реки греческий салат да я покупаю часть одежды на алиэкспрессе но в основном покупаю в марк энд спенсере вот такой вот мини 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 рекламу марк энд спенсер нижнее белье и верхней одежды это мангом и все максимально просто ну конечно же nike конечно же иногда рибок и нет одики я ничего не покупаю как бы так обзоры на ноут и компы будут и но у меня есть обзоры на ноутбуке они не особо хорошо зашли если зайдут то скорее всего буду покупать но вы же понимаете что если я покупаю ноут за 50000 либо 10 наушников за 50000 то вот здесь у меня 10 обзоров она ноут один обзор за те же деньги дороговато выходит круи крутая клеенка пасибо большое алекс алекс вы самый позитивный мой подписчик на данном этапе жизненного развития спасибо что смотрите ну один из самых позитивных ладно здесь у нас хватает тусовочка уже наверно человек 200 набралось кого я знаю в прямом смысле в лицо rn8 про печка мтк делает свое дело ну посмотрим саша мне и 9 тоже не особо понравился а редми ноут 7 вообще не понравился но за этот хейт меня по-моему там ненавидит человек наверное тысяч 10 человек которые тоже его купили что насчет стратоса 3 будет обзор конечно же будет что лучше наушники ноунейм или проверенный производитель армен а тут я считаю что что поднимать под ноунеймом если для вас сайла был blitzwolf вайзер или крюси войну name или hello то это лучше ноунейм если для вас это не ноунейм и то есть вот все что здесь лежит кроме вот таких вот совсем мрачных белых штуковин это это уже фирмы с именем они продают более чем по 10000 айтемов да даже больше чем по 100 просто другое дело что в наших магазинах тот же он продается ровно в два раза дороже чем он на алиэкспрессе тот же не знаю huawei то что я видел точнее blitzwolf и тоже в два раза дороже кисевая более-менее по той же цене продается но проще говоря в вашем понимании ноунейм им наверное лучше наверное я только последние два стрима актив ну спасибо юмикс кстати кто не поражал лайк прожимая может быть наберем 550 это будет мега круто и огромное вам спасибо за то что помогаете лайками каналу так братьми 9т я думаю нет илья мог бы назвать сайла было 101 лучшими наушниками в категории цена звук качества если бы не стремный форм-фактор если бы не стремный форм-фактор мог бы но опять же там с верхними чуть-чуть химия то есть нужно поиграть чуть-чуть с эквалайзером либо подобрать себе правильный player вот сделай top smart часов для людей которые не занимаются спортом и упор на уведомления быстро ответы на сообщение так и так далее over я сразу говорю первое место это полу оч к сожалению кстати умные часы идут мне не только mosfet а еще я купил по вашим просьбам что же я купил в общем две пары двое часов купил одни за 12 другие за 11 как раз но они все равно тоже с направленностью на спорт но больше внешний вид конечно одни гибриды думаю вам будет интересно скоро сделаю обзор ближайшие две недели сделает дальше на прошку денег нет что лучше hello gt1 или q сивай hello gt1 я бы взяла не знаю хотя хотя я не люблю хотя я не люблю сенсора напоминаю не знаю мне кажется в россии тоже можно брать иногда бывает на алике дороже согласен летом но не с большими фирмами то есть если вы берете какой-нибудь озон то там 99 процентов случаев дороже x4 ттвс скажи о них не знаю что это такое подскажи пожалуйста порог xiaomi gtr если много приходит много сообщений можно ли их почитать или как на бипах столько сколько их штук спасибо святослав не знаю не тестил вы заряжаете так держать и у вас есть чему поучиться клинкой клеенка реально топчик спасибо но это смотря смотря как смотреть алекс если бы я знал то же самое год назад мне бы было наверное проще делать все эти обзоры читать эти комментарии потому что потому что люди все разные нужно понимать что и зрители и блогеры мы все все разные а наша миссия как блогеров чуть-чуть упрощать жизнь потребителям потому что если мне не жалко тысячу рублей купить наушники то я могу о них рассказать если мне жалко будет я об этом сообщу но главное не хвалить ничего потому что опять же хвалят продавцы и хвалы хвалят рекламщики наше дело простое рассказать что плохое в этих девайсах для того чтобы вы могли с размерить потери ваши денег либо как каких-то качественных характеристика смогли выбрать дальше как называются новые уши сабот не скажу глеб но их практически нет в продаже скоро узнаете с powerbank твс наушники это фе 3 с powerbank am потом с powerbank am идут еще еще какие-то наушники здесь у меня были кстати на обзоре хавит и хавит и но не эти одни из хавитов идут с powerbank am здесь их нет и еще что-то у меня было на обзорах вот эти наушники ноунейм за 1000 рублей тоже с powerbank am еще раз повторяю что они не худший вариант и все пока так какие наушники лично ты используешь или повседневно в течение долгого времени андрей если бы мне не было необходимости тестировать все эти уши я бы использовал airpods и потому что мне нужно разговаривать по телефону это лучший вариант если бы мне необходим был звук я бы не задумываясь купил ну и мне важны были деньги а деньги всегда важны hello gt их не жалко потерять потерять airpods и но это жесть это потерять 10000 рублей сразу это просто очень бодро какие у тебя извините за сленг и уже два часа просто стрима поэтому наверное перехожу на слова паразиты самому стыдно но вот так не забываем поражать лайк почти 550 лайков есть будет 550 будет очень круто спасибо что смотрите вы очень помогаете лайками каналу любыми лайками в любых видосах тип это любит во первых то есть это не какое-то эго это реальная помощь каналу с powerbank am хавита и 93 да все правильно слушай покажи подскажи в каких самых крутой звук герман в проводных честно вот проводных за 2000 рублей у меня на канале были вот у них самый крутой а если из беспроводных мне очень нравится как он и звучат фрибан вторые ну или прошки сайлабл очень нравятся басы их и если средники это фанкала и и хэллу джетти понятно если вот чуть 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 ниже но совсем дешево и тиса и 4 либо кьюси white 1 дальше когда наберешь миллион подписчиков станешь богатым будешь ли как высоко кривляться в своих видео нет алексея при любом раскладе планирую кривляться в стримах потому что вот такой стрим с ручкой это тоже перебор вы уже извините за такой относительное неуважение но здесь необходимость в продолжении моей работы не на поприще ютуба мне нужно работать вот кратко кратко так тима где донат кинуть можно тима можно поставить лайк благодарю большое спасибо скажу и либо кинуть платное сообщение вот там за полтинник будет у меня первый донат за месяц так все хочу кроссы взять от сяоми жду но к найки и пума отходят свое амиджи третью версию кроссовок выпустили недавно можно уже иногда за 2002 с половиной ген я кратко скажу у меня есть обзоры на канале на кроссовки сяоми 3 я заказал уже говорил их разрежу для вас не только побегаю в них десятку тридцатку давайте в них на бегу и потом расскажу это будет очень скоро потому что их уже выслали из китая я понимаю что не что все твс наушники с задержкой звука но какие имеют меньше всего из бюджетных для игр о hello gt хотя и говорю я не могу советовать потому что единственного что играю это папа и во всех во всех во всех наушниках в папке из задержка и она всегда критично здравствуйте какие наушники самые басистые для о германа огромное спасибо мне если честно довольно странно потому что взрослый человек но да у меня 250 рублей со стрима очуметь огромное спасибо друзья огромное спасибо тима и герман хотя и не для этого делаю свои обзоры но вот на четверть hello уже заработал стоит ли брать так велся комната не надо так делать алексей у меня другой формат и не смогу стать как велся ком в принципе без разницы сколько будет подписчиков так я не ответил все-таки для рока желательно покупать сайлабл интересно кроссы 45 размеру бывают у миджи анатолий вот за четыре с половиной тысячи те последние синие кроссовки что я покупал и плюс еще не у миджи а у ла нинга который ничуть не хуже есть кроссовки под 45 размер посмотрите у ла нинга очень хорошие кроссы я их еще заказал они не популярны но их очень советую а вот эти вот синие в них я уже отдал бил сегодня вчера двадцатку по пересеченки ну кайф вот поспешил я сделать с обзором с обзором на них потому что наверно бегал в плохом настроении плюс запихал туда вот этот датчик убогие сейчас я бегала мне ну нравится нравится пожалуйста ответь на мой вопрос никита повторите пожалуйста я отвечу федя 15 и 30 числа mi band 4 разыгрывается и вот эти вайзер т.п. один я разыгрываю 30 сентября еще что-нибудь обязательно придумаю на розыгрыш потом позже скорее всего в gts как когда там какие-нибудь наушники счастливые люди у меня 49 чапаев даже у 49 размера у ла нинга есть размеры на них как думаешь powerbank от ридми норм я его заказал model party они прислали мне его в москву за 900 рублей я расскажу когда он придет тем более все для того чтобы его протестить у меня есть иисус счастлива спокойно ночи не забываем поражать лайки может быть может быть у нас будет сегодня больше 560 лайков давайте до 580 добьем будет интересно в iphone x spots 3 хочу купить стоит ли покупать дан хорошие уши аркадий здесь есть кстати люди на стриме которых купили очень рады им привет серкас привет игорь привет тестил шанхайзер 12000 на статье старте сейчас 8 что думаешь сенхайзера это всегда круто андрей мне их не надо тестить чтобы знать что они крутые андрей хотел об от пиею не знаю что это такое xiaomi air dots про самый близкий конкурент airpods нет к сожалению ром нет прямой их конкурент вот эти вот huawei вкладыши потому что нельзя никогда сравнивать вкладыши и затычки у затычках всегда лучше низкие частоты это басы у вкладышей средние высокие привет из татарстана привет алекс что это сообщение удалил я рад airpods сам тима лучше airpods of к сожалению к сожалению это потому что они очень дорогие нет ничего опять же ну давай честно тима басы у airpods of так если отличие по звучанию в bluetooth наушников герман огромное спасибо жить и потерял примерно такие же по качеству но других фирм но не дороже трех тысяч рублей не хуже хавитов gt1 долбит сайла был если они вам по размеру подошли хавит g1 купите сайла был за 2 300 вы будете рады 99 и 9 в периоде даже не думайте до 100 долларов лучшие уши для рука для рука опять же сайл